добрый вечер добрый день доброе утро может быть у кого утро итак давайте по 10 бальной шкале кто еще не поставил и поставьте пожалуйста какой город какая страна из какого города из какой страны еще кто меня не знает меня зовут Андрей Хавратов я руководитель проекта Skyway Invest Group сейчас вы видите наш сайт Skyway Invest Group можете о компании там есть наша миссия задача то есть наш проект наш фонд был открыт с целью финансирования экотехнопарка Skyway и Белоруссии и реализации реализации участия реализации адресных проектов которые будут ну а также инициализация адресных проектов мы за этот год нам исполнился год 1 октября мы открылись мы провели неплохую работу считаю ну вернее даже хорошую можно сказать но я люблю такой вот хорошо но мало и считаю что мы можем с вами больше я рад приветствовать всех партнеров которые сейчас присутствуют на этом мероприятии огромная просьба отлично вижу украина днепропетровск россия новосибирск надежда ванова кушмирка молдова костромская область город шарья акиф азербайджан наталья белореченск еще новосибирск жанна вильнюс бакозе боржан норвегия борис привет борис уже даже после московской конференции многих знаем лицо на банкете познакомились кстати опишите несколько слов кто был на московском мероприятии а кто еще может быть был в минске как вам вообще вот это вот общение конечно там не было тренингов обещанных мы проведем в онлайн это я гарантирую сто процентов и обещаю но расскажите ваши ощущения вкратце вот я прочитаю для тех кто не был софья астасева майкоп россия латвия лепая назым сайфулин южный урал осы могилёв беларусь приветствую могилёв хай-фа израиль галина санкт-петербург эстония перна лан ге пас россия россия санкт-петербург минск красноярск красноярск беларусь черногория вечерногория сыктывкар беларусь бобруйск москва петр эстония таллинн россия череповец нарва эстония славяногорск ракасия сибирь российской федерации алексей град кронштадт россия новосибирск елена протасенко комсоморство на амуре белая церковь беларусь бобруйск башкирия астана норвегия мордовия екатеринбург гродно новосибирск гомель казань улан-удэ привет улан-удэ чебоксари чебоксары неля привет жуковский россия ростов-на-дону молдова валентин единцы единцы да наверное красноярск россия эдуард англия стаффорд жас и жашкина мая привет мая милан италия марина россия санкт-петербург кишиня молдова иван привет иван россия мурманск привет мурманск не был там я двадцать лет даже больше мурманск как-нибудь приеду павел беларусь как соберем там 2000 человек я вам обязательно приеду у нас есть программа как собрать 2000 человек городе это не в регионе миллионники омск россия россия челябинск привет челябинск новороссийск привет на российску минск отличненько дорогие друзья нижний новгород новороссийск была на форуме в москве очень понравилось был первый раз в москве познакомиться с юницким поездка в минск москву дали мне новые знания огромный заряд энергии мощная энергетика светлые люди взлет полная уверенность на все тысячи процентов светлана пишет да супер много позитива вот женщины сразу видно женщины душой пишет сердцем мужчины пока не видно они думают в логике правильно написать наверное не стесняйтесь пишите все было классно вот ради написал это по-мужски все классно благодарю ради так хорошо дорогие друзья александр форум москве прошел на ура супер класс там еще получил заряд положительной энергии как увидеть чат чат вы здесь не увидите дорогие друзья это комната специально сделана используют многие университеты это класс обучающий здесь преподаватель видит класс здесь нету чата был в москве впечатление не просто описать словами в жизни подобного не ощущал игорь филиппов написал благодарю игорь очень рад был в москве особенно понравилось третий день у низкий развеялся и оставшиеся сомнения я почему задал этот вопрос дорогие друзья мы будем продолжать у нас вы знаете что опять человек ездила за счет скаверина из групп минск на нас 0 километр и я хочу сказать дорогие друзья что мы будем дальше продолжать эти акции из 15 ноября до нового года мы объявим еще один промоушен те кто сделает назначенные скажем моменты которые мы укажем промоушене полностью за счет skyway инвестор групп вы поедете в минск мы хотим для чего это делать чтобы во первых во первых мы хотим чтобы новые люди поехали вот ваша задача мотивировать новых людей и почему это очень важно потому что если у нас каждый месяц будет ездить по 100 человек предположим да представляете но не по 100 пускай по 30 по 40 до 50 человек во первых эти 50 человек приедут вот как вы все приехали сейчас познакомиться на той дачи менинским увидели в живую до этого уникального человека я считаю это знаете вот такой вот человек вот как мы сегодня читаем исторические личности там вот как целковский как до винчи леонард да винчи да я вот потому что леонард да винчи все время что только художник оказывается это уникальный не знаю как очень назвать да разработчик ученый писатель художник и все остальное да то есть вот анатолий дачунинский можно сказать вот примерно такая же легендарная личность но наш современник представляете мы с ним вместе живем поэтому дорогие друзья я рекомендую всем участвовать промоушенах и я не знаю будет ли следующем году дачунинский не знаю да потому что работы будет много но может быть и будет но пользуйтесь этим случаем и привозите людей чтобы у них развелись сомнениями как написали да потому что наша задача люди то думают что знаете многие кто сейчас подходит и те люди которые сейчас я тепленькие знаете вот есть категория людей мы же здесь партнеры собрались так вот посмотрите сразу тренинг небольшой есть категория людей которым я дал информацию и они висят как вот яблоко на яблони да на дереве но еще зеленые они там зеленые твердые есть невозможно да а есть такие которые уже подспевают скоро в ручки упадут а есть такие которые уже упали в руки есть те которые уже инвесторами стали уже по третьему по четвертому разу стали инвесторами вот одна из задач научиться всегда методично регулярно давать информацию но наша встреча сегодня не для этого собрались мы собрались сегодня и у нас наши темы которые сейчас я прочитаю те темы которые у нас мы с вами должны были озвучить так я закрываю чат все вопросы будут в конце дорогие друзья мы делим полчаса времени сегодня будем работать три часа с вами так вот первая тема наша это по личному кабинету наверняка у многих из вас были вопросы по личному кабинету и вот единственно еще открою чат поставьте пожалуйста плюсики кто не был в москве кто не был на второй день когда я показывал личный кабинет как с ним нужно работать вот кто не был старте пиво все большая часть большая часть у нас почти 400 человек уже я очень рад что вам еще есть места потому что у нас комната на 500 человек но кабинет понять вот не был на кабинет понять вот видите здорово посмотреть фамилию а есть люди которые непонятен кабинет отлично дорогие друзья не был не был не был все благодарю вот мы сегодня будем с вами говорить о том мы с вами будем говорить о том первое понимание мульти функционального кабинета свик тнг по евразия и всех тех компаний которые появятся работы в нашей логике в логике можно так сказать нашего холдинга свик сегодня мы уже практически как холдинг в прошлом году были еще одна компания сегодня у нас много компаний и поймите здесь сразу хочу сказать дорогие друзья партнеры многие могут задавать вопросы почему у нас много компаний почему не работаем через одну компанию дорогие друзья хочу вам сказать сразу прошлом году я думал что нафиг нам открывать компания одна компания будем работать но когда мы столкнулись вот знаете средневековье была инквизиция католической церкви от ватикана вернее даже да ну это католическая церковь она ликвидировала все что не нравится но прогресс становить невозможно прогресс все равно прошел и как бы им не хотелось инквизировать все и вся но прогресс становить невозможно так вот сегодня существует так называемый финансовая инквизиция в лице финансового мониторинга который полностью подчиняется международному валютному фонду а международным валютным фондом управляет несколько семей несколько кланов таких я называю капиталисты капиталисты даже императоры финансовые императоры которые управляют сдергаются веревочки президента не все куклы они будут кукловоды виктор собор я рад что он пришел сейчас к нам в команду и хочу объявить кто еще не знает виктор собор пришел к нам команду это мощный мотиватор человек который будет работать с профессией с просвещением населения как и я по финансовой инвестиционной грамотности личностному развитию финансовому и личностному развитию а также заместитель директора по стратегическому по стратегической работе и сейчас не разработали он разработал много концепт 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 концептов очень интересный для нас потому что мы намерены и мы хотим я думаю вы хотите этого чтобы в следующем году уже рыночная стоимость акции стоила как минимум так с skyway как минимум 1 2 доллара я думаю что вы все этого хотите для этого нам нужно с вами очень серьезно поработать именно поэтому мы сделали мультифункциональный кабинет я расскажу о выгодах работы затем расскажу о плане бонусных вознаграждений свик по евразии группы других компаний входящих в группу компаний свик работающих в мультифункциональном кабинете затем новая прогрессивная система я вкратце расскажу и те партнеры которые кстати есть у нас партнеры которые готовы взять на себя обязательства и начать действовать они готовы взять обязательства за себя за свою семью за свой город за свою страну вот есть такие люди если есть напишите да готов там и город и страна я особенно хочу посмотреть в украине есть такие люди в россии я знаю что много хотел посмотреть в украине в молдавии в европе кузнецк готов украина вот если на протасе отлично еще разговаривал с одним человеком я сказал знаешь если мы найдем украине даже одного человека который готов взять ответ за всю страну из-за тех людей которые живут в стране мы с ним сделаем огромнейший бизнес я это уже делаю отлично отлично дорогие друзья я готов сотрудничать с такими людьми мне нравится работать с теми людьми которые готовы брать на себя обязательства начать действовать так вот обязательства наши очень большие и я об этом расскажу давайте перейдем к сути сегодняшние встречи и это кабинет мультифункциональный кабинет и так вот вопросы я даю небольшой такой обзор потом вопросы вы мне пишите я буду отвечать на вопросы перейдем дальше что будет непонятно специально пригласил игоря корсу на сегодня хотя работы у него очень очень много но я его попросил чтобы он тоже сегодня был да он есть уже здорово потому что вдруг я на что-то не отвечу ответит игорь корсу потому что у нас технический директор и ближайшие вот 15 дней у нас появится на сайте по техническим вопросам ну нужно обратить учить людей наших привлекаем к нам бизнес инвесторов что если есть вопросы они не могут вам найти на связи вы не знаете как ответить на вопросы обращаться срочно в службу поддержки вот онлайн-помощь и мы сейчас поставим на этой неделе на следующей неделе 15 числа у нас будут стоять телефоны и обратный звонок поставим то есть чтобы быстро помочь человеку оформиться быстро человеку помочь завести деньги быстро человеку помочь приобрести те образовательные программы которые у нас есть и так дорогие друзья давайте теперь перейдем кабинету я почему так долго рассусоливал может это скажет да блин хаврата всегда любит рассоливать но 15 минут я взял на то что у нас было 300 человек видите за 15 минут уже 104 человека добавилось итак посмотрите вы когда заходите у вас есть кабинет skyway немножко изменился профиль мы вынесли левую сторону часть вот это о вас то есть вы можете загрузить фотографию я не буду рассказывать как загрузить фотографию мы сегодня поговорим о кабинетах их значения и какие выгоды вы будете иметь дальше реферальная ссылка здесь есть если вы еще не верифицированный аккаунт у вас вам нужно будет верифицироваться и вы видите что вместо шести плиток у нас появилось еще три то есть девять плиток мы разграничили отдельно новости отдельно сообщение отдельное образование у нас было затем у нас был если не ошибаюсь кажется портфель и в нем были вклады мы разграничили портфель и вклады и кошелек а значит люди которые заходят как инвесторы по вашей ссылке а ваши ссылки находятся в инструментах партнера кстати вот виктор собор сделал очень быстро хороший материал вот когда вы поговорили с человеком он сказал блин интересно хочу больше всего изучить и что обычно вы делаете вы накидываете ему кучу ссылок для того чтобы он смотрел то 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 он посмотрел все ссылки а потом уже забыла как вам обратиться а если вы еще по интернет маркетингу работаете то вполне вероятно что он вообще забыла где живые есть иногда люди не напоминают и человек уходит потом от вас вот чтобы этого не было когда вы поговорили ему он сказал что блин мне интересно я хочу узнать больше хотя мы будем с вами учиться закрывать сделку за 15-20 минут после общения это мы будем с вами учиться и ноябрь после 15 декабря месяц у нас будет объявлен специальная образовательная программа до конца декабря месяца где уже за максимум три сессии вы научитесь закрывать сделку за 15 минут за 15 минут у вас будет человек то есть за 10 минут вы проведете встречу уже поймете либо человека нужно сейчас за пять минут дожать там на 10 на 20 на 30 долларов потому что сегодня у нас есть 10 долларов пакет через потребительское общество даже 5 долларов из пакета значит сегодня можно здесь эти встреч провести как минимум сразу сходу сделать две продажи по 10 долларов или по 20 долларов а потом вы будете учиться так интересно сначала 5 долларов продал я вспоминаю когда у меня один студент девятнадцатилетний пришел ко мне на практику я горит а вы сможете мне дать там как раз по продажам что я буду у вас практику проходить это без проблем давай в общем прошло у меня дневный тренинг по продажам это не тренинг можно сказать а так курсы я отдавал по два часа в день и потом приходит андрей блин ты был прав что нужно всегда задавать вопрос на какую сумму вы хотели бы рассчитывать либо хотели приобрести либо рассчитывать а я им продал думал что у человека нет денег там знаете продал ему продукцию на остановке встретились а 20 20 долларов продукцию продал а чек переносит ему 100 долларов говорит а у вас поменяли мне только 100 долларов поменяйте пожалуйста я исполнил двое слова что задать вопрос на какую сумму вы рассчитываете если человек говорит примеру там 20 долларов можно поднятия свободно до 100 долларов например вот мы с вами научимся это делать не со всеми правда те люди которые продают некоторые тесты именно этих людей мы будем обучать, как закрывать сделку за 15 минут, минимум 10-50 долларов. Из 10 ваших встреч у вас будут 2 продажи, это вам гарантирует. А второй момент, кстати, кто хотел бы научиться закрывать сделку за 15 минут? Хорошо, что написали, слайды не меняются. Николай, ты мне подсказывай, а то этот личный кабинет открыл. Отлично, есть, да? Ну хорошо, дорогие друзья. Мы свободно это сможем сделать, потому что и я, и Виктор, мы продавцы, кто знает, что это только компания Herbalife. Вот Виктор был в компании Herbalife и продавал иногда в одни руки на 10 тысяч долларов. Ну, я максимально продажи, у меня в одни руки были на 2,5 тысячи долларов. Если говорить об инвестициях, то когда я начал привлекать людей на инвестиции еще с 99 года, у меня максимальные вклады были тогда в те компании, которые я рекомендовал, это нормальные, хорошие компании были. Максимальная сумма, на которую я смотивировал человек, это 25 тысяч долларов. То есть, когда я уже работал как такой вот независимый инвестиционный консультант, у меня люди на российскую биржу, на украинскую биржу и по 100 тысяч долларов вложили. Так вот, дорогие друзья, мы будем этому с вами учиться и будем обязательно. Так, есть личный кабинет, здорово. Очень хочется. Мне тоже очень хочется, чтобы у нас 416 уже человек, видите, за 10 минут еще, чтобы у нас все 416 человек делали как минимум 2 продажи в день и как минимум 5 регистраций в день. Итак, дорогие друзья, смотрим на кабинет. Значит, в инструментах партнера есть очень хорошая, первая важная информация для твоего друга. Поймите, это не стартовая информация. Вот стартовую информацию, когда вы просто делаете контакт с человеком, отправьте ему народный проект 21 века, вот я выделяю, да? Либо опрос общественного мнения, а вот страницы для регистрации агентов высылаем только тем людям, которые хотят с нами сотрудничать и стать уже агентами. И вот когда человеку вы выслали, либо с ним уже переговорили, сказали, вот рассказали свои идеи, он говорит, блин, хочу узнать больше. А тогда высылайте ему вот важную информацию для твоего друга. То есть она так названа, важная информация для твоего друга. Здесь сделан лендинг, очень хороший лендинг, где стоит Transnet объединяет мир. Вот здесь прекрасное видео. Дальше SkyWay с 1998 года до наших дней. Это такой вот небольшой видеообзор, кто был в Москве. Это вот этот ролик. Далее вот цели модификации зафиксированной технопаркой SkyWay, технопаркой SkyWay ролик и 21 ответ Юницкого Анатолия Эдуардовича. Вот первый, потом вот смотрим второй, третий. Это в текстовом варианте мы сделали, специально в текстовом варианте, чтобы человек читал. Потому что если человек потратил немножко времени и почитал, потом вы ему видео еще покажете. И здесь же стоит регистрация. Видите, да? Со свига мы ее уберем, она сейчас повисит буквально там максимум до конца ноября, а потом она будет висеть только в кабинете, в общем кабинете. Вот посмотрите, у меня здесь три кабинета уже открыты. Как вообще их нужно открывать? Сейчас я, скажем, покажу сначала, закрою, а потом открою. Вообще, давайте так сделаем. Напишите, кто уже, скажем так, открыл у себя все три кабинета. То есть и по Евразии, и общий кабинет. ТНГ называется, Transnet Group. Вот кто открыл, напишите, открыл, 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 открыл. Открыл, 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 открыл. Отлично. Открыл, в ПО вступил уже, да? Даже вступили в ПО. Отлично. Открыл, 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 открыл. Нет. Есть такие люди, которые не открыли еще, да? Ага, наверное, нагрузка идет на язык. Как открыть? Друзья, сейчас мы с вами будем уступили. Ну, сейчас я покажу для тех, кто не открыл. Их немного, большая часть, почти 80% людей, которые открыли. Но, тем не менее, сейчас я вам покажу, как это делать, и для чего это нужно, и для чего мы сделали. Значит, посмотрите, дорогие друзья, первая цель, для чего мы это сделали. Во-первых, я еще раз хочу вам сказать, что Skyway Invest Group, вообще мы компания RSV Investment Group, открыта в Британских островах. У нас подписан договор о сотрудничестве 4 сентября 2017 года с компанией RSV Investment Group, а потом позже с группой компаний Skyway, с Анатолием Дальшеевым Минским, для продвижения проекта Skyway и инициации адресных проектов. Но у нас сегодня появляются некоторые моменты и нюансы, как я сказал, что у нас есть вот эти вот товарищи финансовая инквизиция, да, которые, ну, можно так сказать, действительно блокируют нам работу. Потому что они управляют всем финансовым миром, и они, знаете, так сказали, наверное, ну, ладно, интернет позволяет вам делать все, что хотите, а мы будем управлять финансами. И поэтому мы за этот год искали очень большое количество вариантов, каким образом правильно, юридически работать, чтобы и у нас было это, чтобы наши инвесторы не переживали, и чтобы мы на законных основаниях работали, чтобы нас, ну, о нас говорят, что мы там типа финансовая пирамида, да, и так далее, и так далее, что мы пирамида, хотя нужно говорить, что пирамида все в обществе пирамида, да, и египетские пирамиды стоят, они уже там сколько, 3 тысячи лет, да, или 5 тысяч лет, и благодаря тому, что они пирамиды стоят, они устойчивые, это самая устойчивая фигура в мире, все пирамида, но мы в данном случае не финансовая пирамида, потому что финансовая пирамида, И я отвечаю сразу, чтобы вы поняли. Финансовая пирамида, когда деньги распределяются в сети и больше никуда не уходят. Если отнести к тому, что у нас есть партнерская программа, именно поэтому нас называют пирамидой, так сегодня тогда давайте будем называть своими словами. Пенсионный фонд, который существует в любой стране, страны СНГ и в европейских странах, это самая настоящая узаконенная финансовая пирамида. Американский доллар это узаконенная, навязанная всем государством финансовая пирамида для финансового проабощения всех стран. Поэтому, дорогие друзья, а если говорить о партнерских программах, то сегодня банков всем секторе есть и страховые компании. Поэтому здесь нужно понимать, что часть денег остается у нас в инвестпроводящей системе. И это нормальное явление, дорогие друзья, потому что я думаю, что идея идеи, но мы также хотим идею продвигать и деньги зарабатывать. Согласитесь, да, со мной? Я думаю, что вы такие же люди, как и я. Если бы мы могли не питаться продуктами питаниями, а питаться светлым воздухом, тогда бы мы, наверное, просто идею и одежду захотели, материализовали себе одежду, телепортировался куда угодно. Тогда нам бы и струнный транспорт не нужен, мы бы просветленными, продвинутыми людьми вообще. Так вот, что я хочу сказать, дорогие друзья, что у нас обвиняют, что мы финансовая фирамида, но мы реально вкладываем деньги наших клиентов, которые покупают у нас обучающие инвестиционные программы. Мы эти деньги, так как это прибыль фонда, вкладываем вместе с вами, потому что вы клиенты наших компаний, в развитие технологии Skyway. И хорошая новость, в течение этого месяца в личном кабинете появится такая галочка, где вы поставите эту галочку и скажете, да, я хочу, чтобы мои обязательства, потому что мы продаем, в данном случае, правильная юридическая такая фраза, не акции, но мы помогаем людям стать акционерами. Вот если говорят, приходят, говорят, а вы что, продаете акции? Вы скажете, вы знаете, мы продаем не акции, потому что, если вы скажете, что вы продаете акции, дорогие друзья, особенно в европейских странах, и вам скажут, а покажите мне лицензию, покажите, что вы имеете право продавать акции, потому что акции имеют право продавать только лишь брокерские компании, либо лицензированные инвестиционные консультанты компании, да. Поэтому, чтобы не было этих неприятностей, потому что могут быть штрафы и очень серьезные, всегда говорите, что мы продаем обучающие инвестиционные программы, но мы помогаем вам стать акционером компании Skyway. Приходите к нам на собеседование, приходите к нам на встречу, мы вам расскажем, как это делается. Но мы с вами все покупаем обучающие инвестиционные программы, эта схема специально придумана на таком правильном, законном таком формате, потому что для нас, для людей, которые хотят стать акционерами, самое главное, чтобы мы стали акционерами, мы предоставим эту возможность. Так вот, в этом месяце у вас будет такая галочка, где вы скажете, я хочу все свои вклады, а они находятся у вас в портфеле, потому что во вкладах находятся программы, а в портфеле находятся уже ваши обязательства. И вот ваши обязательства, вы поставите галочку, вы принимаете то соглашение, которое будет, что вы отказываетесь от наших обязательств в пользу того, что вам компания ERSS Holding, то есть Евразия, НРС Skyway Holding, они будут выписаны в компанию. Мы сейчас ездили в Минск, проработали эту схему, она вначале была очень сложная, и мы не могли к этому прийти, нас часто спрашивали, Андрей, когда вы к лапшу вешаете, деньги собираете, непонятно, а станем ли мы акционерами компании, мы не станем, да. Вот я заявляю вам, что в ноябре, ну максимум декабрь месяц, мы уже об этом говорили, будет эта галочка, вы ставите эту галочку, и у нас по месячному мы договорились с Анатолием Дальшеевичем Минницким, что каждый месяц люди, которые делают у нас определенные объемы, мы укажем какие объемы, мы вас переводим в компанию, и вы можете заказать себе сертификат с компанией, и вы будете акционером. Но мы будем проводить юридические, дорогие друзья, юридические вам сегодня, немножко Дмитрий счастливый вам расскажет, и мы будем проводить следующий четверг, то есть еще три четверга для партнеров, мы проведем юридические такие вопросы, ответы, чтобы вы, я вам как инвестиционный консультант расскажу, что такое быть акционером компании, и какие у вас могут быть последствия, чтобы вы это всегда понимали, потому что это моя святая обязанность как инвестиционного консультанта, профессионального консультанта, рассказать вам, что вам может быть за то, что являетесь акционером какой-либо компании не в своей стране. Это моя святая задача, объяснить вам, да, и что такое наши обязательства, и чем они выгодны на сегодняшний день для некоторых людей, которые живут в странах СНГ. Почему обязательство может быть сегодня гораздо выгоднее, чем быть акционером напрямую, особенно для белорусских граждан, особенно для белорусских граждан. В Белоруссии мы с белорусскими гражданами встречались, нашими инвесторами, и объясняли позицию. Я вам все это расскажу, покажу, и вы сами будете уже принимать решение. То есть, если вы говорите, да, я все равно хочу быть акционером, мне не нужны ваши обязательства фонда, значит, без проблем мы расскажем, как бы это сделать и что вам нужно делать в случае, если вдруг какие-то будут неприятные моменты. Хорошо, дорогие друзья. Итак, переходим. Смотрите, для тех людей, это кабинет, я не буду показывать, что здесь мы доставили, что не доставили. По статистике, хочу вам сказать, вы, наверное, увидели, если по вкладам, там вы можете выбирать любую валюту. Сейчас мы подключаем два интернета эквайринга, то есть у нас будут оплаты по картам, мы сейчас это все добьемся все-таки. И, дорогие друзья, у вас есть такое понятие сегодня, как юниты. Если вы видели в маркетинг-плане, это вот они, оплаченные учетные единицы, это юниты, и расчетные учетные единицы, это ваши бонусы, которые вы зарабатываете. Так вот, если говорить о статистике, она немножко недоделана, но почти 4 месяца делали основу для этой статистики, и статистика будет потрясающая. Статистика будет, но она будет готова, наверное, не раньше, дорогие друзья, чем февраль месяц, февраль-марк месяц. Потому что сейчас основная задача первая, это сделать вот эту галочку для перевода наших инвесторов и помочь им стать акционерами, то есть рассказать, как это сделать, чтобы они стали галочкой, а я хочу стать теперь акционером, расскажите мне, как это сделать, я обязательства ваши все распрощался, спасибо, мне ваши обязательства не нужны, и вы сразу же в течение нескольких дней, мы планируем это с 1 по 10 передавать эти данные, я уже там с 11 числа в компании, делайте заявочку, говорите, а я хочу проверить, я нахожусь в рейстре компании, да, находитесь, хочу заказать сертификат, все, заказываю сертификат, то есть никаких проблем, то есть с этим мы вас поздравляем. И вот потом мы перейдем, это первое, а второе мы перейдем к логике работы нашего партнерского плана, бонусного, в котором мы вводим некоторую логику линейного маркетинга. То есть мы сейчас объединяем две важные вещи, потому что у нас есть линейщики, которые хотят работать как предприниматели, или как линейный бизнес, они могут работать в рамках партнерской программы, то есть, дорогие друзья, очень большое достижение, я хочу сказать, я с этим поделюсь. Ну а теперь давайте записывайте, у нас уже, я смотрю, 400, почти 40 человек, записывайте пошаговое действие. Итак, Николай Куц, у меня большая просьба, ты потом нарезочки сделаешь, и мы должны положить их в личный кабинет. Итак, видео номер один, это будет, да, или урок номер один. Как вам увеличить кабинеты, которые есть еще, и для чего нужны кабинеты. То есть, когда вы зарегистрились по какому-либо кабинету, из какого-либо кабинета, у вас есть возможность выбрать себе несколько кабинетов и работать сразу либо в каком-то одном кабинете, либо в нескольких кабинетах, либо в общем кабинете. И вот этот плюсик, он как раз дает возможность вам перейти еще в некоторые кабинеты. Когда вы нажимаете этот плюсик, у вас появляются сейчас порталы, то есть, есть Transnet портал общий и Евразия. Но давайте мы поставим сейчас Евразия, то есть, это ПО Евразия, портал потребительского общества. Здесь, когда вы переходите, вы сразу же должны понимать, принимайте условия. Игорь Корсун, кстати, здесь нужно будет сделать какую-то галочку, что когда человек переходит в какой-либо кабинет, он принимает условия агентские именно этого кабинета, чтобы не было потом к нам претензий, что человек зарегистрировался в Skyway, Инвестгрупп, или в Skyway, а ему тут рассылки с ПО Евразии. Поэтому нам нужна обязательно галочка. Если галочку человек не поставил, ну, значит, он не может перейти в личный кабинет. Значит, он будет только в том кабинете. Так вот, это кабинет ПО Евразия. И таким образом, что такое ПО Евразия, мы перейдем, покажем чуть дальше. Далее мы переходим, хотим еще один кабинет открыть. У нас есть Transnet общий, он будет называться у нас TNG. Игорь, нужно будет изменить обязательно не Transnet, а TNG, чтобы у нас был, да? Потому что Transnet Group, и Игорь, большая просьба, чтобы общий когда ставить, чтобы он был всегда первым, если такая возможность есть у нас, чтобы это так было. Так вот, общий кабинет, он будет в себя вбирать все кабинеты. В данном случае у нас есть Skyway и ПО Евразия. В ближайшее время у нас должен появиться кабинет Академии Новой Евразии. Это образовательный такой кабинет, где будут только тренинги, обучение. И человека мы можем с этого кабинета привлечь на образовательные программы. И когда человек, к примеру, пришел на какие-то образовательные программы с кабинета образовательного какого-то, да? В данном случае я сейчас готовлю два сайта. Один сайт у меня будет «Игра в жизнь», второй сайт «Магия успеха», да? То есть это два разных образовательных таких курса, но они будут в Академии Новой Евразии, как одно из направлений обучающих, да? Так вот, когда человек заходит в личный кабинет, он заходит в кабинет именно образовательный. Но он увидит вот эти вот шесть плиток. То есть кошелек, портфель и вклады. Там не вклады, там будут, кажется, оплаты, ваши оплаты. Как-то так. Но в данном случае у нас, так как вот Skyway и ПО Евразия, они ориентированы на то, чтобы помогать людям становиться либо пающиками, либо стать инвестором именно технологии Skyway. Поэтому пока сейчас два кабинета, о них мы будем говорить. Но потом у нас будут добавляться. Вполне вероятно, что у нас, вот мы сейчас разговариваем об английской аудитории, и Арманд мне сегодня обрадовал, что они открыли еще два счета в двух банках, и нам открывают интернет-экваринг. Сейчас будет готовиться исключительно только для англоязычной аудитории. И кто захочет работать с англоязычной аудиторией, он сможет принять кабинет, который будет называться Global Transnet UK. Ну он так будет называться сокращенно. GT, так как написать нужно, Global Transnet UK. GTN UK. Переходишь в этот кабинет, берешь оттуда ссылки и отдаешь англоязычной аудитории. Потом там же испанский язык постепенно мы сделаем. Ну посмотрим, какие языки, какие аудитории у нас будут превалировать в количестве. Там мы будем тогда переводить на те языки. Так вот, мы это делаем специально для англоязычной аудитории, чтобы они работали в своем кабинете и видели, что они зарегистрируются в Global Transnet UK. Если говорить о вас, о партнерах, дорогие друзья, для вас разницы нет, в каком кабинете человек работает. Это все одна база. Вот это вы должны понимать. Это одна база. Это может работать единый маркетинг план, но может быть такое, что в некоторых кабинетах будет свой маркетинг план. Мы логику эту тоже сделали. Для чего мы еще это делали? К примеру, завтра вы смотивировали какого-то очень крупного инфобизнесмена, у которого там база миллион человек. И он скажет, а я не хочу в вашем кабинете, вот хочу что-то по-другому. Без проблем. Мы тогда сможем сделать для него индивидуальный кабинет. И этот инфобизнесмен будет под вами, но в своем собственном кабинете. Как бы в своем собственном кабинете. Мы даже можем закрыть все. Для его клиентов будет открываться только его собственный кабинет. Но когда человек увидит портфель, почему? Потому что в каждой покупке будет, вот если человек оплатил за какой-то продукт, допустим, там игра в жизнь тренинг, там будет четырехступенчатый тренинг такой, там будут участвовать несколько мастеров в этом тренинге. И он оплатил, представьте, он на обучение пришел, но он оплатил, и он заходит в портфель. А что за портфель вообще? Заходит, а у него там акции Skyway начислились, либо целевые программы Skyway, либо целевая программа Санкт-Петербург-Владивосток, либо целевая программа Терко-Лондон. И он смотрит и говорит, а что это вообще такое? А дай-ка я изучу. И тут начинает изучать, говорит, ух ты блин, а что это такое? И начинает переходить уже туда, чем он владеет. И таким образом мы ему будем разъяснять, что вот ты купил образование, а у тебя еще есть там небольшое количество акций, которые в будущем покроют тебе все твои изобретения. Вот именно по этой причине мы делали. Вторая причина была очень важная, что если у нас вдруг появится возможность, и сегодня мы готовим такие некоторые моменты интересные, у нас сегодня есть огромное количество разных предложений, которые вполне вероятно, если вы помните, мы говорили, что мы хотим стать как, ну скажем, прототип краудинвестинговой платформы, где огромное количество разных предложений, которые могут предлагаться через нашу, скажем, такую вот систему. И вот в данном случае у каждого может быть здесь свой кабинет, вы можете работать с тем кабинетом, но это общая копилка, можно так сказать, да, и вы получаете процент, скажем, от всей базы. Приведу простой пример. Человек пришел, к примеру, у вас по Евразии, вот у нас по одному гектару земли будет инструмент работать только в ТО Евразии. Кстати, вот Игорь, напомни мне, пожалуйста, после 15-го мы должны будем отключить, и ссылка на один гектар земли будет только в ТО Евразии, больше нигде она не будет. И человек работает, допустим, в ТО Евразии, но потом он вдруг кого-то пригласил там на обучение, и человек начал работать с обучением, и привлекает людей только на обучающие программы, и вы там зарабатываете денег. То есть, и вы тогда, когда находитесь в общем личном кабинете, вы сможете в кошельке увидеть, ну, в данном случае у нас сегодня только от Skyway, да, но в общем кошельке вы сможете увидеть, а где у вас денег, с какого кошелька пришло, какая операция, и дату выбрать, и посмотреть, а сколько у меня пришло с ТО Евразии денег, а сколько у меня пришло денег там со Skyway, а сколько у меня пришло денег, допустим, там с другого направления, и таким образом вы сможете видеть, это ваш общий баланс, дорогие друзья. Это, ну, достаточно очень сильная вещь. И следующий момент, то есть общий кабинет, он сделан с целью для того, чтобы объединить все кабинеты в одно. То есть, когда вы перешли в общий, у вас все кабинеты в одном. Но если вам не нравится, бог с вами, отключите тогда все кабинеты, оставьте один, с которым вы будете работать, там информация будет только, вот, к примеру, если это будет образовательный проект, там будет информация и новости только исключительно по образовательной теме, там не будет никаких там других вещей. Ну, может быть, иногда мы будем говорить, там, внимание, вы являетесь там инвесторами, там, Skyway, там, инвесторами такого направления, вот для тех, кто инвесторами, да, есть интересная информация. Ну, будем закидывать такие закидушки интересные, где люди будут мотивироваться и заходить к нам. Приведу простой пример. Завтра, ну, как пример, да, завтра вдруг приходит к нам человек, который, ну, имеет там подписчиков, к примеру, там, один миллион подписчиков, она флористикой занимается, учит людей, как садить цветочки, рассаживать и так далее, и так далее, да. Без проблем. Она сможет работать через нас, получить очень серьезную выгоду, да, может быть, кто-то из нашего сети захочет заниматься флористикой этой, ну, может быть, вполне, да, но ее миллион человек может прийти сюда к нам и работать уже с нами. И там они занимаются флористикой, а вдруг кто-то потом захочет стать профессионально работать с нами сначала партнером, а потом уже агентом, консультантом, менеджером, лидером-менеджером, и так далее, и так далее. И это все, дорогие друзья, в одной базе. Все, с этим закончил и показал. Теперь переходим в ПО Евразия. Значит, в инструментах здесь понятно, что, в общем, здесь все кабинеты, которые вы выберете. Если вы не хотите какой-либо кабинет, я вам показал, как удалять. Удалять очень просто. Нажимаете вот сюда на крестик, и он удаляется. Но если говорить о ПО Евразии, теперь переходим при работе кабинета ПО Евразия. Видео номер два. Как работать с кабинетом ПО Евразия. Николай Куц, ты сделаешь потом вырезочку, люди послушают. Итак, дорогие друзья, кабинет практически такой же, похожий, как и Skyway. Единственное, здесь есть некоторые моменты. Почему, наверное, вклады здесь сказали? Потому что, даже, наверное, Игорь, можно ли здесь поменять не вклады, а взносы. Потому что в потребительском обществе, и Дима, наверное, подтвердит, что у нас есть взносы. То есть, мы можем либо быть пайщиками, либо вступить в целевую программу. Поэтому у нас должны быть не вклады, скорее всего, а взносы. Наверное, Дима счастливый меня поправит. Ну и портфель, пускай он называется портфель. Портфель, и он вам прийти портфель. Итак, для того, чтобы стать вам пайщиком, вам необходимо пройти процедуру верификации. Здесь будет отдельная верификация, дорогие друзья. И это связано, в первую очередь, с тем, чтобы, скажем так, более красиво сделать нашу деятельность. Потому что через по Евразии, я уже говорил, это в Москве, хочу сказать еще здесь, для вас, дорогие друзья, для наших всех партнеров. Вот мы отработали с компанией, и мы дали определенное количество денег компании. Представляете, вот 18% компания заплатила налог НТС, так называемый, налогу добавленную стоимость. К сожалению, по всем законным процедурам, мы не можем сегодня работать, как, ну, скажем, нормальная инвестиционная компания, или фонд, потому что, опять же, тот же финмониторинг, со своими опричниками, так называемыми, инквизицией, они придумали такие правила, что эти правила не подходят под нашу работу. То есть мы настолько прогрессируем, мы идем вперед, что они выпустили правила 20 века, а мы уже находимся в 21 веке. Нам их правила просто не подходят, потому что они находятся в 20 веке. И вот именно по этой причине оказывается, что потребительское общество, это можно так правильно сказать, что мы можем финансировать компанию, как пайщики, потому что выкупая целевые программы здесь, и вот если мы зайдем во вклады, вы увидите, что здесь, опять же, не вклады, наверное, назвать, а все-таки, если возможно, чтобы это не вклады, а взносы. Вот вы видите, целевая программа SV1, сумма вклада 5 юнитов, дисконт 70, количество акций в пакете 350, цена 1 акций, юнитов 100. И выбирайте, хотите в рублях, значит, вот цена в рублях, хотите не в рублях, а в других валютах, здесь у нас, сейчас загрузится немножко, и вы увидите, что здесь есть другие валюты еще, подгружаются немножко, я так понимаю, что многие люди сейчас тоже. Кстати, вот есть мобильная версия, можете переходить на мобильную версию, но не советую, если вы в компьютере, то работайте лучше с нормальной версией. Так вот, а, вернее, да, есть вот фунты, видите, доллар, евро, гривна, белорусский рубль, казахский тенге, турецкая лира, надо добавить сюда, Игорь еще, киргизский, как он правильно называется, тоже тенге, да, или по-другому, то есть обязательно нужно добавить сюда. И вы можете купить, и почему, дорогие друзья, вот мы сейчас тоже сделаем, чуть позже, когда человек в Skyway Invest Group заходит в кабинет, почему ему будет выгодно, и нужно объяснять, хочешь получить больше. Вот здесь, если вы видите, количество акций в пакете, 350, за 50 юнитов, за 5 юнитов, да, а в Skyway Invest Group, ну, во-первых, такого вклада нету, это раз, а во-вторых, если говорить, вот следующая целевая программа, это сумма вклада 50 юнитов, и дисконт уже 100. Если говорить о Skyway Invest Group, и об АИПах, дорогие друзья, то АИПы, они, скажем так, менее выгодны, менее выгодны. Сейчас скажу, на сколько даже. Они менее выгодны, потому что, если не ошибаюсь, дисконт сту, у нас начинается со 100 юнитов, именно в Skyway Invest Group, надо сейчас точно посмотреть, да, то есть, здесь мы уже показываем, что благодаря тому, что вы можете стать пайщиком, вы получите больше выгоды, и вообще, огромное количество сейчас зашло в кабинет, да, наверное, одновременно все висим кабинеты, зашел, отлично. Вот во вкладах мы видим, что дисконт 100 у нас начинается со 130 долларов, а здесь с 50 юнитов, с 50 долларов, да, вы имеете тоже дисконт 100, то есть, я думаю, что это гораздо выгоднее, вот здесь мы показываем выгоду, что вы можете прийти в целевые программы, а АИП, либо целевая программа, по сути, это одно и то же, дорогие друзья, по сути, одно и то же. Поэтому, что я хочу сказать, что работать с потребительским обществом вам гораздо выгоднее. Вот смотрите, следующая, целевая программа номер 3, 150 юнитов, дисконт 120, да, а у нас дисконт 120 начинается со 130 долларов, а вот на следующей неделе будут, кстати, изменения дисконта, кажется, следующая суббота будет изменение дисконта у нас, так что нужно говорить быстрее людям, чтобы они не приобретали, потому что дисконт изменится. А в потребительском обществе всегда будет выгода. Целевая программа номер 4, 300 юнитов, дисконт 150, а в АИПах с 350 долларов начинается дисконт 150, дорогие друзья. Целевая программа 500 юнитов, значит, дисконт здесь 200, а в АИПах, это АИП 7, да, 185 дисконт, поэтому здесь гораздо выгоднее приобретать, вступать в целевые программы для того, чтобы получить больше выгоды. Именно поэтому мы сделали. Но здесь есть одна особенность. Вам нужно обязательно пройти верификацию, и когда вы покупаете, вот, к примеру, вы хотите что-то купить, но я не смогу купить, потому что у меня есть незавершенная покупка, и мне нужно отменить сначала незавершенную покупку, и затем отменить покупку, и только потом продолжить дальше. Но я здесь выбрал оплату через Сбербанк, и мне нужно подтвердить, то есть здесь есть полностью шаги, то есть информация о покупке, дальше начало покупки, дата начала покупки, номер покупки даже указан, всего оплачено в рублях нисколько, потому что оплата, сформировать счет, я должен был оплатить, затем персональные данные у меня уже успешные, у кого нет верификации аккаунта, значит нужно будет пройти верификацию аккаунта, и заявление пайщика, то есть подать документы, вот здесь я должен подать документы, заявление пайщика, вот оно, и как быстро это можно сделать, то есть я могу, так, где у нас не подавал статус заявления, подать заявление, да, не загружен обязательно фар, так, где же у меня, а, вот заявление пайщика, видите, скачайте заявление пайщика, да, вместо купить нужно вступить, совершенно верно, да, Игорь, запиши, пожалуйста, потому что мы сейчас уже начнем работать активно по ПО, а это не купить, а вступить обязательно нам нужно, распечатывайте заявление пайщика, оно в PDF формате находится, подписывайте его, сосканируйте его, вот здесь, видите, все это прописано, здесь написано вступительный членский взнос 100 рублей, минимальный 100 рублей, членский взнос 100 рублей, и плюс, то есть это при заявлении я обязуюсь, и плюс есть счет, куда оплатить те деньги, но здесь не только 300 рублей оплатить, потому что я выбрал то программу совсем другую, и у меня там счет был, надо будет зайти и показать, то есть там счет был именно 5 долларов, я, кажется, на 5 долларов убрал, да, и таким образом потом вы выбираете файл на компьютере у себя, закачиваете это заявление, распечатываете его, подписываете его здесь, вот ваша подпись, дата подачи заявления, ваша подпись, если вы верифицировались, то у вас уже все будет написано, там, ваша фамилия, если не ошибаюсь, да, вот фамилия, ваша дата рождения, адрес прописки вашей, и так далее, и так далее, то есть, где вы живете, обязательно, дорогие друзья, вот наша задача создать, задача скобинный сгруз, осознанных инвесторов, осознанных пайщиков, кто поддерживает проект, нам нужны осознанные, поэтому не просто тупо распечатать, подписать и отправить, а изучите все, если у вас есть вопросы, мы будем встречаться с вами раз в неделю, по субботам и по четвергам, где мы сможем отвечать на все вопросы, которые у вас могут появиться. Итак, дорогие друзья, потом мы подаем заявку, почему-то у меня она, и проходим следующую процедуру. Таким образом, вы, когда у нас будет выбор оплаты, потому что здесь, вот когда вы выбираете оплату, у меня был выбран Сбербанк России, когда будет еще у нас банк, когда вы сможете выбрать интернет-экварийный, оплатить карты, значит, тогда вы сможете работать с картой. Но сразу хочу сказать, у нас оплата картой будет дороже на, если не ошибаюсь, у них комиссия 4%, и 5% они берут депозит, поэтому депозит придется оплачивать вам. То есть, считайте, что на 10%, если оплата картой будет, ну, когда мелкие платежи, то 10%, там платишь ты 5 долларов или 5,50 долларов, как-то не сильно заметно. Но когда ты платишь 1000 долларов, а 10% это 1100 долларов, то, наверное, это уже заметно. И поэтому лучше сэкономить и переслать теми платежами, которые есть. И этому мы будем, дорогие друзья, учить. Еще хочу сказать, дорогие друзья, сейчас мы прорабатываем такую схему, где у нас будут оплаты. И почему по Евразии? Вот здесь есть люди с разных стран. Да, у нас есть оплаты сейчас в Европе, у нас есть оплаты в Украине и России. Но, дорогие друзья, мы будем работать сейчас с партнерами, и я буду подбирать команду партнеров, те, которые готовы с нами работать в Венесон. Вот, знаете, как видим цель, не видим препятствий. Потому что мы хотим в этом году, вот я объясню, кто придет тогда на тренинг, какие результаты мы хотим сделать в этом году. А мы хотим сделать за этот год очень большие результаты. Поэтому нам нужна очень сполченная команда. Так вот, мы будем настаивать, дорогие друзья, чтобы вы своих инвесторов в корневую компанию, именно в корневую компанию, приводили через потребительское общество. Потому что потребительское общество, оно имеет реестр пайщиков. И все, кто приобретает, не приобретает, а вступает в целевую программу, дорогие друзья, то эти люди, они на законных основаниях, на законных основаниях Российской Федерации вызвращены законом Российской Федерации. Сегодня некоторые говорят, особенно умники, и вот этот фон, негативный фон, очень сильно раскидан сейчас по Украине, в Молдавии, я знаю, там идет такой очень негативный фонд к России, да и в европейских странах, что с Россией работать нельзя, там, у меня даже знакомый в Украине написал Андрей с этими дебилами в России, как можно работать, они все хапают под себя, и так далее, и так далее. А то украинское правительство не хапает под себя, а то немецкое правительство не хапает под себя. Дорогие друзья, прочитайте книгу Дональда Трампа, «Думай, как миллиардер», где он пишет, если у кого-то иллюзия, что в Америке там демократия, да никакой там нахрен демократии никогда не было и не будет, там рабовладельческий строй, как был 200 лет назад, они там революцию сделали, никакая революция там не сыграла никакой роли, потому что никакой демократии там никогда не было, ее не будет. Так вот, Дональд Трамп даже описывал о том, что он предложил ремонт какого-то там здания за 550 миллионов долларов, он бы сделал там, как куколка, супер-пупер, просчитал проект. Но что вы думаете, чиновники отклонили мой проект, но зато через полтора года приняли новый проект, новое предложение за 4 миллиарда долларов. Так вот, чиновники, они везде, скажем так, присаживаются на какой-то процент. И здесь разницы нет. Америка это, Япония, или Германия, или Россия, или Украина, или другие страны. Везде чиновники хапали, хапают и будут хапать. И мы только с вами, дорогие друзья, люди, простые люди, сегодня мы с вами имеем возможность повлиять на эту ситуацию, чтобы чиновников выбить с их кресел, и чтобы вот эти чиновники никогда не приходили. Люди с пагубным способом мышления не приходили, а это нужно изменять систему. И поэтому мы на сегодня и говорим, что мы находимся в самом начале пути новой экономической эволюции мира, с новой системой, системой ценностей для простых граждан, для простых людей, которые для них в первую очередь должен работать любой чиновник. Потому что этот простой человек его нанимает на работу, когда он за него голосует и несет бюллетень, вкидывает туда, где он вкидывает. Вот это должны понимать простые граждане. И поэтому мы настаиваем, чтобы вы всегда изучали внимательно те документы, которые вы подписываете у нас, которые мы вам предлагаем, те документы, которые мы работаем с вами. Если у вас есть вопросы, то задавайте эти вопросы. Но, знаете, вот есть люди, я люблю вопросы, дорогие друзья, но я не люблю оправдания, и я не люблю, скажу вам честно, когда люди разговаривают через претензии. Вот мне часто пишут, я даже, честно говоря, поматюкался. Знаете, я бывший шахтер в прошлом, работал в шахте, потом моряком, матюкаться я умею очень хорошо. Я даже с матюками ответил, и потом Андрей, я даже, я предполагал, что вы такой вот, да, ну, типа, такой вот, вы такой и есть. Но я человеку там ответил, Кузькину мать, покажу вам, где Кузькина мать, когда человек через претензии со мной начинает разговаривать, что мне делать, что мне не делать. Когда я написал, говорю, дайте мне ваш логин, я проверю, что вы там сделали у нас, что вы имеете право мне вообще что-то рекомендовать. Потому что, если, дорогие друзья, среди партнеров еще не знаете, то запишите, что 35% объема Skyway Invest Group это делает Хавратов Андрей Федорович. Я лично. Я профессиональный продавец, я профессиональный сетевик, и я делаю 35% сегодня объема. И 55% из этих вот 102 тысячи это та моя личная работа, кроме тех лидеров, которые у нас еще есть. А все 45% структуры это уже лидеров. И 75% объем это уже лидер. Так вот, если, дорогие друзья, кто говорил, что готов взять на себя обязательства, придете к нам на обучение с Виктором Собором, и хотя бы 100 человек будут делать хотя бы 10% того, что делаю я, то, дорогие друзья, я вам пожму большую руку и скажу, что да, вы можете ко мне давать какие-то советы, но без претензий. Я не люблю, когда люди со мной разговаривают через претензии. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз повторюсь, что вы должны научиться все изучать, и мы хотим получить осознанных инвесторов. Итак, с кабинетами мы завершили. Теперь я перехожу к логике того, почему это выгодно для вас, и какие возможности, так, расписание у нас, выгоды работы мультифункциональным кабинетом, планы бонусов возражений. Так, выгоды, почему выгодно вам работать с мультифункциональным кабинетом. Сегодня вы пока видите только два кабинета. Я думаю, что до зимы уже появятся еще два кабинета. Это вот английский кабинет, чисто для англоязычной аудитории. Это можно и индусов туда будет привлекать, и англичан, потому что англоязычную аудиторию мы делаем в большей степени, я делаю, не для Англии, скажу сразу, а для Индии, потому что в Индии живет миллиард 100 человек, из них минимум, там, 55% разговаривают на английском языке, читают на английском языке, да, потому что колонии Англии были, и из 100% населения 35% среднего класса, которые зарабатывают более 1000 долларов. То есть это 350 миллионов человек. Вот это рынок, тот, с которым нужно работать. И мы будем работать, и я буду обучать людей, как работать. И работать мы будем не так, как я работал в 2008 году, что мы собрались и поехали туда, а сначала мы поработаем через интернет, мы создадим как минимум там тысячу инвесторов, а потом уже найдем, кто кандидаты в представители у нас уже в Штатах, и поедем уже их тренировать, и смотреть, что там за кандидаты в представители. Вот таким образом мы будем работать с той командой, которую сейчас мы сделаем до весны. И май месяц следующего года, май-еюнь месяц, мы не знаю, сколько это будет человек, я планирую, что на человек 15-18, мы поедем в Индию сразу в 4-5 штатов. Там всего 15 штатов, но 4-5 штатов мы возьмем, это достаточно, потом с этих 4-5 штатов разрастется структура по всей Индии. Вот это первый момент, который вот для всех партнеров. Теперь, почему вам выгодно? Потому что вы можете работать с разными кабинетами, получать бонусы в разных кабинетах и зарабатывать все больше и больше денег. А еще, почему выгодно к нам приводить все больше разных категорий людей, вот сегодня ведет переговоры Сергей Сибиряков с бизнес-молодостью и вполне возможно, вполне возможно, что они услышат наконец-то наши выгоды, потому что все инфобизнесмены, которые сегодня есть и интернет-бизнес, который сегодня есть, он уже перенасытился. Как я говорю, инфобизнесменов сегодня как собак нерезанных стало. И поэтому, дорогие друзья, для инфобизнесменов, которые владеют сегодня и обладают большими базами, большими базами подписчиков, очень выгодно приходить с нами сотрудничать, потому что особенно для такой категории, как бизнес-молодость, для них очень будет выгодно с нами сотрудничать, им выгодно, не нам с ними, а им, потому что мы в любом случае будем делать то, что мы делаем, а наша цель это 15% населения должны поддержать проект евразийского континента, а евразийский континент, кроме Китая, я посчитал, это примерно около полтора миллиарда человек. То есть вот 15% населения за два года, наша цель, чтобы стали пайщиками, либо инвесторами, но в будущем это уже будут пайщиками и дольщиками тех компаний и адресных проектов, которые мы будем продвигать. Также по Евразии появятся во вкладах, если опять зайдем еще раз в вклады, здесь по каместью нас дорогие друзья, мы видим целевые программы, вот только эти. Здесь потом вы видите целевая программа СВ, то есть это Skyway, а потом вы видите будут появляться целевые программы по адресным проектам. То есть там, где будут очень интересные адресные проекты, мы тоже будем проводить их либо через по Евразии, либо через наших партнеров, либо по Украине, почему там формируется сейчас потребительское общество, чтобы делать проект по Украине, а проект по Украине, он нужно сказать не только по Украине, еще и по Молдавии, потому что проект очень хороший, подписан контракт на 22,5 миллиарда долларов, это Харьков, Одесса, Одесса, Львов через Кишинев, то есть через Молдавию сюда, и Харьков, Львов, Харьков через Чернигов, если не ошибаюсь, или через Киев, я не помню. Затем по Европе мы сделали очень хороший проект, это Терка, Лондон, Лондон, Лиссабон, через всю Европу, да, и таким образом здесь появятся тогда либо целевые программы, либо партнеры, но в данном случае для российских граждан здесь будет возможность заходить именно через целевые программы, через потребительское общество, а за счет обмена, то есть мы будем проводить вам обучение еще по потребительскому обществу, потому что есть в потребительском обществе, вот как вы будете совладельцами компании, как у вас будет сертификат на шеры на доли компании Skyway, об этом мы расскажем вам, когда мы будем обучать вас по потребительскому обществу, там есть очень интересная такая вещь, как обмен по яме, и вот благодаря такой функции, как обмен по яме, вы становитесь сначала вкладчиком и вступаете в целевую программу, а потом происходит обмен поем, и вы на руки возврат по его вознос, и вы на руки получаете то, за что вы оплатили. Вот эта форма просто уникальная, идеальная, и большому счастью для россиян, и большому сожалению для всего остального мира, сегодня форма потребительского общества, которая сегодня есть, выражена вот в этом эквиваленте, она есть только в России, дорогие друзья, во многих странах Европы, даже в Украине есть форум потребительского общества, Ира Ральцева мучается, мучается, открыть не может, потому что налоговая, типа, говорит, что нам запрещают открывать, и так далее, и так далее, да, то есть вот сегодня можно работать, и именно через потребительское общество мы сможем работать. Так вот, к чему я это все говорил про потребительское общество в России, дорогие друзья, вы на законных основаниях у вас есть, как правильно сказать, защищенность на фоне Российской Федерации, на законном основании, и то, что я говорил, что людей, конечно, застращали везде, что они боятся, и говорят, не в Россию вкладывать не будут, Ярмонда, англичане, если ты скажешь, что нужно вкладывать в Россию, он деньги не понесет. Вот англичане, которые, ну скажем так, безграмотные, финансово безграмотные, они не понесут, у них фонд общий, Россия, это плохо, но зато там есть очень богатые люди, инвесторы, которые с большим удовольствием сегодня несут деньги, посмотрите, пожалуйста, форум, который делал ВТБ банк, где английские крупные инвестиционные фонды, европейские крупные инвестиционные фонды, американские крупные инвестиционные фонды, которые приносят деньги в Россию. Теперь задайте вопрос, дорогие друзья, а почему тогда они создали такой негативный фонд для России, а для того, чтобы, потому что Россия может создать условия и для частных инвесторов, и в данном случае через потребительское общество, мы создаем условия для частных инвесторов, если вам говорят в ваших странах, в которых вы живете, что нет, в России мы не понесем, мы понесем в Америку, да, понесешь в Америку, а эти фонды собирают деньги и приносят их в Россию. Так может быть, тогда нужно голову включать, может быть, нужно образовываться, может быть, стать более грамотным для того, чтобы напрямую тогда отдавать эти деньги. И то эти деньги, дорогие друзья, они пойдут не в Россию, а в данном случае, если в корневую компанию, то в, как правильно сказать, в Белоруссию. А когда уже адресные проекты мы будем делать, когда деньги будут собираться в Европе, в Англии, они будут на строительство в Англию, в Европу идти, в Украине на строительство в Украину, в России на строительство в Россию, в Индии на строительство в Индию. Деньги, которые здесь, я буду формировать сбор денег для реализации адресных проектов в Таиланде, в Малайзии, во Вьетнаме, они здесь будут собираться и здесь же будут тратиться. Понимаете, да? Вот именно для этого мы делаем. Но за счет того, что в общей системе Transnet Group вы находитесь, вы получите очень большие выгоды. Какие эти выгоды? Это те, кто будут с нами на постоянной основе и 100% с Skyway Invest Group, мы вам объясним и покажем. Но выгоды вы будете иметь, обалденные. Можно так сказать, тройные выгоды. Итак, дорогие друзья, по кабинету я закончил. Давайте теперь мы с Игорем ответим на вопросы-ответы. И Игорь, если я не отвечу на какой-то вопрос, подключится и поможет мне с ответом. Итак, а как Республика Беларусь с потребительским обществом? Алексей Мурашенко. Я с вопросом, которые в самом низу у меня находятся. Значит, в Беларуси мы делаем очень интересную форму. Там будут АИПы, обучающие инвестиционные программы. И вроде бы все уже договорено практически. И на этой неделе мы должны решить, компания открыта, считай, мы можем хоть сегодня поставить эти счета. Но, дорогие друзья, белорусский гражданин, он может свободно стать пайщиком, ему не запрещено стать пайщиком в России, переслать деньги с Беларусью в Россию на потребительское общество, как вот этот вклад именно став пайщиком. Никто в мире, никто в мире не запрещает обыкновенному гражданину это делать. Так, когда подключат ЛК на английском? Ольга Курсакова. Алексей Суходоев обещал, вот Игорь Корсун, наверное, ответить на этот вопрос. Игорь, когда подключат ЛК на английском? Потому что Алексей Суходоев сказал, что все переведено. Приветствую, дорогие друзья. Кабинет на английском ожидается на следующей неделе. Нужно пообщаться с Алексеем, насколько у них все переведено. Если они все перевели, то мы можем его включать. Благодарю, Игорь. Ты не отключайся, а сейчас может быть еще будет. Итак, давайте будем на вопросы отвечать. Не нахожу в кабинете заявления пайщика. Расскажите, пожалуйста, еще раз. Вот посмотрите, в кабинете, когда вы кликаете, ну вот у меня незавершенная покупка, я на нее кликаю, то с левой стороны кажется так, да, сейчас, 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 вот, подать документы. Кликаешь, и с левой стороны у вас, видите, мой профиль, безопасность, подтверждение личности, заявление пайщика, возмещение расходов, то есть, вот эти вот, никак не выделю сейчас, сейчас перейду, наверное, в мой профиль, да, вот, безопасность, подтверждение личности, заявление пайщика, вот заявление пайщика, и заявление пайщика, вот, видите, еще в заявлении пайщика, скачайте заявление пайщика, То есть, когда вы проходите процедуру по шагам, у вас появляются вот эти вот слева стучки. Игорь, где еще могут люди взять? В своем профиле, да, если зайдут в свой профиль? Первый вариант – это в профиле, второй вариант – при покупке. При покупке будет предоставлено заявление патчика. Вот видите, либо в профиле вы заходите в свой профиль, профиль, я думаю, вы видите где, да, профиль – это вверху, слева, вот там, где Андрей Ховратов, вот профиль – выйти и о проекте. А вот если о проекте, то здесь, по идее, откроется уже по Евразии, да? Да, не SkyWay Invest. То есть по Евразии сейчас сайты не работают, да? Работают, нужно подключить их. Так, нужно подключить. А на следующей неделе сможем подключить, чтобы люди видели, именно давали сайты? Сегодня. Их сегодня подключат. А, им сегодня даже подключат? А, ну ведь даже сегодня, вот завтра уже проснетесь, будут эти сайты. То есть о проекте, если вы зайдете по Евразии, кликните о проекте, вы будете на сайте по Евразии. Так, хорошо, идем дальше на вопросы, да? Киргизский сом тут написали, как сом рыба, да? Евразия на сайт бросает. Так, 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 открыли, 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 открыли. Так, так, даже уже оплатили. Так, из Беларуси не сможем платить Евразию. По Евразии не сможете платить, не, вы сможете, когда вы пойдете просто в банк и сделаете перевод по банковскому переводу. Что это ваш, ну вот, когда вы распечатаете и скажете, вы хотите оплатить, Сбербанк России пойдете и скажете, вы хотите оплатить. Но для белорусских граждан, именно для белорусских, мы сегодня, открыта компания и появятся реквизиты с Беларуси. Вот, знаете, вот сегодня с Александром, завтра, с Анатолием Доровичем мы там дорешаем некоторые вопросы. Если все додам, там на 99,9, что все решено уже, то мы ставим реквизиты белорусские, а чуть позже поставим интернет-эквайринг белорусский для привлечения средств именно пока для белорусских граждан, а потом еще и со всего мира туда. Так, я больше никакого другого чата не вижу. Раиса Познякова открыла, так, то есть открыла, но регистрация. Регистрироваться здесь не надо, дорогие друзья. В потребительском обществе вы заново не регистрируетесь. У вас база сохраняется та, которая была. У вас все сохраняется. У вас статус сохраняется за вами. Тот, который был, кстати, по статусу к маркетинг-плану перейдем. У вас у всех есть три месяца для подтверждения своего статуса. Если кто не подтвердит свой статус, он опустится на статус ниже. Если подтвердите, сразу же вернитесь. Так, Виктор Матвиенко. 36 миллионов 257 акций. Но это еще не все акции. У меня еще напрямую в Skyway Holdings есть акции огромное количество. Это только те акции, которые в Skyway Invest Group были. Меркурий прекратил выплаты. Ну, а что нам Меркурий? Я нашел, как открыть все кабинет. Не знал, что есть такая возможность. Так. Мы предлагаем участие в продвижении проекта и пакеты обучения, как это делать. Мне объяснили, что финансовая пирамида имеет только деньги и существует, пока снизу приходят деньги. А как только появляется продукт, это уже никак не финансовая пирамида, а нормальный сетевой маркетинг. Да, только продукт бывает разный, дорогие друзья. Иногда в финансовых пирамидах есть скрытые продукты, которые в рыночной стоимости, их вообще можно купить гораздо дешевле. И я сегодня, когда спорю с некоторыми, не спорю, а общаюсь с некоторыми лидерами разных сетевых компаний, особенно кто продает бады. Я говорю, ты знаешь, вот то, что ты продаешь за 150 долларов, я могу в аптеке прийти и купить за максимум 30 долларов. Потому что когда еще 20 лет назад в аптеках этого не было, то сегодня да. Поэтому многие даже сетевые компании, можно так сказать, да, это та же финансовая пирамида, только прикрытая биологически активными добавками, которые рассказывают, что у них супертехнология, технологии там 50-х годов, или там 70-х, 80-х годов 20-го века. А можно ли выйти из-под влияния финансовой инквизиции или пристрелят? У мафии ведь руки длинные. Вы знаете, хорошие вопросы, знаете, есть такой ответ. С мафией бороться бесполезно, ее нужно возглавить. Так вот, дорогие друзья, с финансовой инквизиции есть выходы. И почему мы открыли потребительское общество, и у нас есть следующий план, как при экономическом коллапсе, который сегодня готовится к 2017 году, могут пройти какие-нибудь неприятные моменты, а у нас все будет хорошо. Мы подготавливаемся. И вот название юнита в личном кабинете, это одна из первых подготовок. Это такая вот первая маленькая подготовочка, чтобы люди привыкали к значению юнита. Так, когда будут начислены 50% по акции FlashMob? Евгений Косов. Игорь, это к тебе вопрос, наверное, да? Ночью приблизительно в 10-11 часов по Киеву. Сегодня ночью 10 в 11 по Киеву, по киевскому времени. На час меньше, чем московская киевская. Так, вы так пугающе говорите, Юлия Лапина. Это будет ответ на мой вопрос. Приветствую, почему нет возможности видеть переписку и состав участников вебинара. Владимир Маслов, ну ты-то, наверное, должен знать, что это комната, класс. Здесь нет чата, здесь есть только участники, которые спикеры, они могут видеть вопросы, остальные не видят вопроса. Это специально сделаны, такие классы примерно используют компания BMW, компания Mercedes для обучения своих сотрудников и используют многие учебные заведения. Можно ли серый цвет шрифта поменять на черный? Ну а зачем его менять? Давайте чуть-чуть, я не знаю даже, Игорь, можно или нельзя, но я думаю, что не нужно, потому что черный свет, он не очень хороший. Технически можно всю штуку. Это такой дизайн, дизайнер так разработал. Да. ТНГ объединяет инвестгруппы, корневую компанию, Рузана Лебедева. Нет, Рузана Лебедева, здесь только те проекты, то есть корневой компанией мы не объединяемся. Может быть, мы и придем когда-нибудь и к этому. Я думаю, вполне вероятно. У меня кабинет в RSV System регистрироваться отдельно в инвестгрупп. Евгения Петрухина, я вообще не могу это понять, если вы не зарегистрированы в нашем кабинете, то как вы сюда попали? Как вы получили ссылку вообще? Сеть в Global Transnet UK сохраняется тоже? Алексей спрашивает. Да, Алексей подает, тоже сохраняется. Вот скажите, почему программы обучения видео не открываются на весь экран? А я не знаю, Игорь, это на к тебе вопрос. Ну, они открываются в лейтбоксе. Если вы хотите посмотреть на весь экран, то там есть пиктограмма в правом нижнем углу. Можете на нее нажать, раскроется на весь экран. Либо перейти на наш канал YouTube, посмотреть там по ссылке. Внимание, программистов, на iOS слетает мобильная версия после прокрутки экрана вниз. Игорь, это опять тебе вопрос. Понятно. Поправим. Если АИП менее выгоден, тогда можете работать только в ПО. Зачем другие отделы? Но есть люди, мы АИПы не убираем. Есть люди, которые говорят, я не хочу мучиться писать заявление пайщика, потом его куда-то высылать. Нафиг оно надо, я хочу по-быстрому. Тогда он остается с АИПами работает и работает с АИПами. Но у вас могут быть люди, которые работают с АИПами, а вы можете по новой технологии работать с ПО. И мы сейчас будем готовить новые работы, где в основном она будет направлена именно на работу в ПО. И какие выгоды это будет давать пайщикам. Давайте я вам приведу пример, чтобы вы понимали, какие выгоды. Первое, вам как партнерам. Если, предположим, те люди, которые начнут с нами очень активно работать, они очень быстро выйдут на доходы в 10 тысяч долларов. Если вы будете работать через АИПы, значит, либо мы за вас будем платить налог 13%, либо вам нужно открыться инвест ИП, то есть индивидуальный предприниматель, либо частный предприниматель, и платить налог определенный. А если вы пайщик, и есть такая форма, как, скажем так, внесение паевого взноса, когда вы вступили в пайщики, вы заплатили паевой взнос в виде материалов, которые вы работаете. Вы, как лидер, можете сдавать очень большую отчетность, которую мы можем, как ПО, оценить именно в тот бонус, который мы вам выплачиваем, вернее, не выплачиваем, а идет возврат паевого взноса в виде денег. То есть вы нам даете вступительный взнос паевой в виде документации работы, а там будет список, какие вам нужно будет дать документацию, отчетность и так далее. То есть это серьезная работа, которую вы делаете, потому что это информационный бизнес, и вы сдаете эту отчетность, и мы ее оцениваем именно в эту сумму, которая будет в бонус. И тогда у вас идет возврат паевого взноса, и при этом вам не нужно платить те налоги, которые вы заплатите, работая через коммерческую структуру. В дальнейших школах по потребительскому обществу я буду вести примерно один раз в две недели школы по потребительскому обществу, у меня будет 8 сессий. Так вот, я покажу выгоды для простых людей, почему им выгоднее начать взаимодействовать с потребительскими обществами, чем с коммерческими предприятиями. И сотрудничать с потребительским обществом. Так, 50 долларов в дисконте 62 акции, 3100. 50 долларов в дисконте 62 акции, 3100. Не понял я. Так, ладно, вопросов по кабинету я смотрю нет. У меня одна дама хочет зайти в проект, но у нее нет в данный момент прописки. Такая у нее ситуация, нет прописки в паспорте, как ей пройти верификацию, или можно так проплатить? Можно так проплатить, Игорь, и скажи мне, мы там говорили, что мы хотим убрать регистрацию, чтобы не было регистрации, верификации к регистрации. Такое возможно или нет? Ну да, мы можем ее убрать чуть позже. Человек, который хочет зарегистрироваться, пускай обратится тогда напрямую в IT-отдел, вот к Игоре Корсуну, и там помогут ей верифицировать аккаунт. У меня вся структура покупала ИП, как дальше лучше работать Беларусь, Ольга. Если в Беларуси дальше работать с ИПами, мы там делаем специально белорусское предприятие, которое будет работать с ИПами. В кабинете нет данных, видеть своих людей, телефон и так далее. Почему нет? Есть эти данные, есть, и вы можете их видеть. Правильно, Игорь? Человек такое говорит? Да. В дереве партнеров. В структуре зайдите и в дереве партнеров вы там видите данные полностью по своей структуре. Это вы, считай, немножко не то сказали, наверное. Так, вопросов я смотрю больше нет. Хорошо. Нажимая на ПО, выходит регистрационная таблица, как от нее избавиться. Что такое регистрационная таблица, Игорь, когда нажимают на ПО? Попробуйте просто домен открыть, Евразия. Просто офис Евразия.пиджикон. Можно ли верифицировать аккаунт по законам паспорта? Российский просрочено. Человек живет в Европе и пока нет возможности приехать в Россию. Конечно, можно, я думаю. Да, можно. Деньги с бонусного счета можно использовать для покупки Skyway. Да, конечно, можете использовать, но только если у вас бонусы в Skyway Invest Group, вы можете их потратить в Skyway Invest Group. Вы не можете их потратить в ПО Евразии. Точно так бонусы в ПО Евразии вы сможете потратить только в ПО Евразии. Правильно, Игорь? Да, но только в том случае, если вы являетесь пайщиком по Евразии. То есть, здесь какой момент? Вы, даже не будучи пайщиком, потому что у нас есть такое понятие, как кандидат в пайщики, вы можете привлекать уже людей, но если люди становятся пайщиками, и вы начинаете получать бонус, но вы не пайщик, вы не сможете вывести эти деньги. Правильно, да, Игорь? Да. И там условие, если не ошибаюсь, 50 долларов нужно купить, ну, вступить, да? Или просто пайщик? Нет, для вывода пайщика 50 долларов. Игорь, при отправке на верификацию данных не прикрепляются документы. Как отправить сканы документов, если они не загружаются в кабинет? Они загружаются, вы просто наверняка не видите. Там же, когда вы загрузили и отправили, там пишется, что документы успешно получены, а вы их не должны видеть, что они загрузились. Правильно, Игорь? Ну, по поводу загрузки документов, тут, во-первых, в коммете написано, какие форматы разрешаются. Это JPEG, PNG, JIF, PDF и не более 10 МБ. То есть, если у вас очень большой файл, то в левом нижнем углу есть прогресс-бар загрузки. Вот если у вас слабый интернет, то этот файл будет загружаться долго. Возможно, это как-то связано. Либо вы прикрепили не тот формат файла, поэтому приложение написало, что не может принять этот документ. Структура не просматривается написано. Ну, вот у меня структура. Ну, как не просматривается? Вот она структура. Нажимаете на плюсик, и вот у меня, видите, структура. На плюсик нажимаешь, так у меня здесь в первом уровне, там будет статистика, чуть позже сделаю статистику, но я говорю, в феврале месяца. Тогда вы сможете видеть. Ну, видите, вот она открывается. На плюсик нажимаете, и вот написано, Максим Исып, логин менеджер Исып, Максим Анатольевич. Вот телефон, вот его e-mail. Пожалуйста, свяжитесь, пишите. А если вы хотите еще и Skype его, и этот самый, и Facebook, и все остальное, то это будет позже. Это не сейчас, это будет к февралю месяцу готово. Андрей, вы знаете о запуске 10 ноября мозговых тренингов и для команд адресных проектов. Вы лично знаете, вот ссылка. Я лично не знаю, но мне не нужно знать, потому что у нас за адресные проекты отвечает Сергей Сибиряков. И все, кто хочет заниматься адресными проектами, пожалуйста, Сергей Сибиряков, он является именно руководителем по адресным проектам. Но хочу сказать, дорогие друзья, если вы хотите продвигать адресный проект, я бы вам рекомендовал это делать в свободное от работы время. Потому что адресный проект – это как пиар. Вот если вы думаете, что сейчас вы найдете человека, либо чиновника, которые скажут, вау, нам нужен транспорт, мы хотим его уже, ничего не получится, потому что нам необходимо сначала сертифицировать ту транспортную систему, которую мы запланировали в 2016 году, городскую систему и грузовую систему. До тех пор, пока мы не сертифицируем, мы можем сегодня делать как пиар. Вот Арманд поехал к премьер-министру Ирландии, и сегодня он встречается с премьер-министром Ирландии. Это пиар. Это будут фотографии. И если кто-то говорит, что, а вот вы знаете, у нас это не пойдет. А мы показываем, вот вы видите, в Ирландии встречаются, и как премьер-министр отреагировал на это, на все. Точно так в Челябинске Алексей Суходоев встречался с чиновниками и руководством Челябинской области, и решены очень серьезные моменты. То есть фотографии, вот то, кто по адресным проектам, вы получите, увидите, и Алексей Суходоев вам расскажет, каким образом он сегодня инициирует два проекта по Челябинску с легким транспортным средством, юнибайком. И есть, это как точка входа, так называемая. И вот что от этого мы хотим получить? Лично я хочу сказать следующее, что я не хочу тратить зря время. Это, знаете, дополнительная такая работа, где ты встречаешься с чиновником и пиаришь это. Да, когда мы будем уже подготавливать и серьезно вести работу Санкт-Петербург-Владивосток, именно этот адресный проект, да, мы будем встречаться с огромным количеством мэров городов, где мы планируем сделать это с севернее Москвы, Санкт-Петербург-Владивосток пойдет, да. Так вот, там через Нижневнага, Вартовск, если не ошибаюсь, вот именно по той дороге пойдет. И выше Байкала, и на Владивосток. Так вот, вот там мы будем встречаться, уже говорить об этом проекте и уже вести переговоры. Но, для чего? Есть четыре этапа, но это все в адресных проектах вам расскажут. Существует четыре этапа, прежде чем подойти к строительству. И пока эти четыре этапа не выполнены, о строительстве говорить бесполезно. Так вот, мы будем подготавливать эти четыре этапа. И вы в адресных проектах, если хотите, берите, подготавливайте в своих регионах. Были выдвинутые условия на покупку билетов на форуме, но не было речи в условиях возврата, то есть возвратная речь шла, вот в условиях речи не было. Владимир Казак Казакевич. Владимир, у нас всегда были эти условия, и я не знаю, где вы взяли того, что не было таких условий. Я лично не знаю, я всегда говорил о том, что мы возмещение делаем, и всем мы делали возмещение в городах, октябрьской конференции. И извините меня, практически 50% людей, а то и 70% людей в Москве, это люди, которые и в Skyway Invest Group, и в Skyway Capital, и в корневой компании. Так что, значит, вы хотите за наш счет получить еще деньги? Без проблем, хотите, чтобы мы возместили, заплатите 500 долларов, 100% в год возврата. Заработайте эти деньги, инвестируйте в Skyway Invest Group, и мы сделаем вам 100% возврата. От 100 до 500 долларов сделаете инвестицию, значит, мы вам 50% сделаем. А ничего, значит, ничего не будет. Но у нас эти условия были. Я вам хочу сказать, это было последнее мероприятие, где идет возмещение. Это меня слишком просило много членов-директоров, которыми мы сейчас распрощаемся. С некоторыми из них мы сейчас распрощаемся. Потому что это были некоторые моменты, что нужно возмещать людям, они же тратятся. Да, дорогие друзья, если вы не понимаете ценности этого мероприятия, лучше вообще не ехать. Потому что в мае месяце мы будем встречаться только с теми консультантами, которые выполнят определенные условия. Хорошо, дорогие друзья. Я думаю, что ответили по кабинету вопроса вообще, я смотрю, нет. Здесь еще такой интересный вопрос был. Учитываются ли взносы, влияют ли они на ранг? То есть взносы, 300 рублей, они тоже влияют на ранг. А это у нас заложено или нет? Влияют ли они на ранг, да? Да, сейчас влияют. Да, влияют на ранг. Более того, на ваш статус будет влиять, вот если у нас будет 10 кабинетов уже, да? Я не знаю, какие там могут быть 10 кабинетов, но мы сделали на всякий случай, то есть базу подготовили. И 10 кабинетов. И у вас в одном кабинете объемы есть, в другом, в третьем, четвертом. Это все влияет на ваш статус. Это везде. А, еще здесь. В форме размещения ZTR стоит слово «Акции». Что туда ставить, Игорь? Нет, ничего. Вы просто подаете документы, прикладываете чек, проездной документ, гостиница, и все, больше не отправляете документы. Что означает фраза «Сброс акционерного счета» на странице «Мой профиль был КАСВИК». Что это означает, Игорь? Сброс акционерного счета. Акции, которые начались по партнерской программе, они начались на партнерский кошелек, который назывался «Акционерный». И с этого кошелька были переведены акции в ваш протфель. Как оплатить пакет, кто находится в Америке? Дорогие друзья, свяжитесь с нашим представителем в Латвии, Оксаной Переломой. Она поможет и расскажет, как оплатить с Америки. Или со службой поддержки. Баяна Алгондарова. Можешь найти, какие вопросы у нее? Потому что она пишет, что мои вопросы не озвучены, вы их не видите? Попробуем. Еще есть вопрос по заявлению пайщику. Что писать в EN? EN заполняется автоматически, вам ничего не нужно писать. Ваш уникальный номер пайщика. Как подтверждать статус в течение трех месяцев? Что это означает? Сейчас мы перейдем к маркетинг-плану, и я вам все расскажу и покажу. Вот вопросы по маркетинг-плану, и сейчас следующая наша задача. Вот это по кабинету, дорогие друзья. Любовь Макерова, мои вопросы не озвучены. А что за вопросы? Вот два человека нам уже пишут, я не вижу просто эти вопросы. Будет ли возможность переводить деньги между своими кабинетами Skyway в Евразии? Дорогие друзья, все, что будет в ПО Евразии, и все, что в логике ПО Евразии. Потому что могут быть такие моменты, как образовательные программы, которые могут быть в ПО Евразии. И образовательные программы, которые могут быть в коммерческом мотиве, то есть обучающих инвестиционных программах. Так вот, если это будет оплата идти через ПО Евразии, значит вы сможете выводить, объединять все деньги, которые будут в ПО Евразии. Потому что образовательная программа может быть отдельная, но оплаты будут все равно через ПО Евразии. Человеку нужно будет стать пайщиком и так далее, и так далее. Поэтому, если с ПО Евразии на Skyway Invest Group вы вывести не можете эти деньги. То есть их объединить невозможно. Я отвечу по маркетинг-плану, я отвечу следующая наша часть. Вот если по кабинету вопросов нету, все, тогда мы отключаемся, переходим к маркетинг-плану. Когда начинает работа потребительское общество и когда можно будет открывать в регионах кооперативные участки? Ольга Панкова, отвечаю вам. Мы уже работаем как потребительское общество, а кооперативные участки будут открываться как и представительство. За это отвечает сейчас СОБР Виктор. И все, кто хочет быть нашим, но не представителем, мы убрали понятие представительство. Потому что это люди, которые менеджеры по развитию регионов. И кооперативные участки, в том числе, мы будем очень четко проверять и смотреть, кто вы, что вы, задавать вам вопросы. Потому что мы не хотим некоторых неприятностей, которые мы уже получили. Я покупаю акции для дивидендов, а не для капитализации. Я не понял вопрос. Капитализация это и есть рост акций, а дивиденды это получение прибыли с дохода компании. Так вот, если вы покупаете акции только лишь для этого, тогда покупайте там, где выгодно. Если вы видите выгоду покупать у нас, покупайте у нас. Но если вы здесь, мы делали рассылку только для партнеров. То есть я тогда не понимаю, что вы делаете на этом вебинаре, потому что рассылка была только для партнеров. Адресные проекты в СВИК или в ПО Евразии, задается вопрос. Адресные проекты могут быть как в ПО Евразии, так и в СВИК. Пробовали оплатить, не выгружается PDF через Бирбанк России. Может быть вам нужно скачать что-то дополнительно. Назим Сайфулин пишет, на Храпов нельзя выходить на адресные проекты. Я с вами совершенно согласен, именно поэтому у нас Сергей Сибиряков отвечает за отделение адресных проектов, где людей будут подготавливать, чтобы они выходили с адресными проектами. Так, хорошо, дорогие друзья, вопросов больше по кабинету я не вижу, Игорь, ты тоже не видишь? По кабинету нет, здесь вопросы по маркетингу. Вот еще, в заявлении о вступлении в ПО написано, что я изучила устав и так далее. Где их посмотреть, кстати, Надежда Мосина. Где посмотреть заявление о вступлении в ПО, Игорь? Сейчас нет заявления о вступлении в ПО. В заявлении в ПО написано, что я изучил устав и так далее. Где посмотреть именно устав на корпоративном сайте ПО Евразии. Вот сегодня добавим эту ссылку, вы сможете посмотреть. Вот сегодня будет уже готово, вы сможете посмотреть устав, положение в целевых программах, обо всем. У кого есть вопросы еще по ПО Евразии, готовьте, но чуть позже выступит Дмитрий Счастливый. Дмитрий, здесь у нас или нет? Дмитрий, ты здесь, у тебя еще не сильно поздно. Как скажи там? Да, здесь Андрей. А, здесь, да? В общем, если у вас есть вопросы, я сейчас буду говорить о маркетинг-плане, потом я выдаю слово Дмитрию Счастливому именно по юридическим вопросам. У меня две темы маркетинг-плана, новая прогрессивная система работы для партнеров. А потом юридическое сопровождение партнеров Skyway, инвестгрупп, ТНГ по Евразии. И вопросы-ответы по Евразии. И также хочу сказать, что мы сможем вам предоставить возможность пообщаться с нашим юридическим делом. Следующий четверг, полтора часа, то есть еще три четверга, где вы сможете позадавать вопросы. Все связаны с юридическими вопросами. И плюс в одном из сессий я буду, где мы расскажем именно об инвестиционных направлениях, что такое быть акционером и что такое иметь обязательства фонда, чтобы вы знали и понимали разницу. В какие чаты Skype можно попасть? Ирина Лыбыкина. Сейчас мы вообще чаты будем убирать и чаты будут только лишь отдельно для партнеров, отдельно для консультантов, отдельно для менеджеров. И вся информация у нас будет именно в личном кабинете. Если вам необходимы какие-то вопросы, всегда будет служба поддержки работать 24 часа 7 дней в неделю. Уже со следующей недели у нас будут работать, если не ошибаюсь, 6 или 8 менеджеров, которые будут работать 24 часа 7 дней в неделю. Если ПО-аккаунт верифицирован, надо ли присылать опять заявление? Хорошо, давайте эти вопросы оставим для Дмитрия Счастливого, он ответит после вот этих двух моих тем. Все, Игорь, благодарю. Если будут еще вопросы к тебе, тогда подключиться. Хорошо. Хорошо, дорогие друзья, давайте переходим тогда к маркетинг-плану. Итак, я хочу показать вам бонус-план вот в таком формате, чтобы вы видели, что статусы изменились. Изменились почему? Потому что мы изменили статусы в новом маркетинг-плане. Раньше у нас были агенты, квалифицированные агенты, инвест-консультанты, инвест-менеджеры и старшие инвест-менеджеры. Сейчас посмотрите вот эту таблицу, которую я сейчас даже постараюсь увеличить. Здесь мы видим, что если маркетинг-план был у нас так называемый по объемам, и было обрезание, и много инвест-консультантов жаловали, что у них обрезалась вся структура, он работал, его обрезали, его лишили денег и так далее. Мы решили изменить, сделать классический маркетинг-план, который используется практически именно классикой, используется во всех компаниях, работающих именно с инвестированием, с инвестициями, с образованием и так далее. То есть это простой, равноуровневый маркетинг-план. На чем он основан? И по статусам. Раньше это был агент, сейчас это статус партнера. То есть у нас есть статус партнера, это тот человек, который принял соглашение, кликнул в кабинете, вот здесь, где реферальная ссылка, когда этого нету, когда человек первый раз заходит и еще не является нашим партнером, у него будет сотрудничество. Он кликает на сотрудничество, принимает условия сотрудничества и становится партнером. Это бывший агент. Дальше, агент сегодня, это агент квалифицированный. То есть агент квалифицированный, это тот человек, мы сейчас с вами прочитаем, кто такой агент квалифицированный. Консультант, это тот, который был инвест-консультант, сегодня вы консультант. Менеджер, это тот, кто был инвест-менеджером. Лидер-менеджер, это тот, кто был сим, то есть старший инвест-менеджер. Итог менеджера. У нас не было такого статуса. Советник президента и президент. То есть у нас добавлено три статуса. Эти три статуса добавлены специально для того, чтобы привлекать сейчас 8 статусов. Очень хорошая цифра 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Привлекать крупных многоуровневых сетевых лидеров и мотивировать их. Потому что президент это достаточно хороший объем. Сейчас вы увидите, что это за объем. То есть я хочу сразу сказать, что президент, кто становится президентом, это объем, если не ошибаюсь, на уровне полтора миллиона долларов. То есть как только он сделал со структурой полтора миллиона долларов и выполнил именно требования к квалификации президента, он становится президентом. То есть это достаточно большой объем. Этот человек заработает примерно с полтора миллиона долларов, когда у него будет структура и выполнить все объемы, но чуть больше 100 тысяч долларов. То есть практически где-то около 6% он получит от сети. Так вот посмотрите. Значит партнер получает у нас 15% с первого уровня, 5% получает со второго, 3% с третьего. Хочу сказать сразу, что для человека, который просто партнер, который хочет просто зарабатывать, основные его структуры находятся вот в этих уровнях. Вот если это партнер, он не обучается, он просто вот работает там банальным ссылкам, у него обычно, даже в большинстве случаев это первый, второй уровень и изредка третий уровень. Агент квалифицированный, как только стал агент квалифицированным, он начинает получать 17% с первого уровня, 6% со второго, 4% с третьего и 2% с четвертого уровня. Консультант, менеджер, лидер-менеджер, топ-менеджер, советник президента и президент зарабатывают по 20% с привлеченных к инвестиции первого уровня. То есть видите, здесь одинаково мы сделали для любого статуса, начиная с консультанта. Если было там 26 максимально, и я хочу сказать, что у меня аккаунт, где я как интернет-предприниматель, у меня большая ширина, я просчитал свой чек, бонус, который я заработал именно со старым маркетинг-планом, с новым маркетинг-планом, он на 40% меньше. А в том аккаунте, где у меня два аккаунта, я хочу сразу сказать, да, и эти два аккаунта, потому что я тестирую, так вот аккаунт, где я как сетевик, мой бонус с новым маркетинг-планом, я пересчитал объемы почти в два раза, то есть там в 1,75, там почти 1,8 даже раза чек выше. То есть я хочу сказать следующее, что это достаточно большие деньги, особенно в компаниях, работая с финансовым продуктом, а мы работаем с финансовыми продуктами и с образовательными продуктами. Это очень большие деньги, сразу хочу сказать. Далее, смотрим, значит, консультант, менеджер, лидер-менеджер, топ-менеджер, советник-президент, все зарабатывают одинаково с четырех уровней. Единственное отличие, с пятого уровня до бесконечности, консультант начинает зарабатывать от одного до полтора процента, оно делится 1,1,2, 1,3, 1,4, 1,5 процента, менеджер во всю глубину начинает получать 1,6-2 процента, лидер-менеджер 2,1-2,5 процента, топ-менеджер 2,6-3 процента, советник-президент 3,1-3,5 процента, президент 3,6-4 процента. И в общей сложности мы отдаем в сеть 39 процентов, то есть мы крутимся на 40 процентов, более 40 процентов в сеть уходить не будет. Но здесь будет маргиналка 100 процентов, не знаю какая, вот по тому маркетингу у нас была маргиналка на уровне 1,5 процента, какая тут маргиналка будет, я даже не знаю. Так вот, мне задают вопрос, Андрей говорит, у вас же тут финансовая пирамида, мы пересчитали все эти проценты, то тут выплаты там 150 процентов все. Дорогие друзья, более чем 40 процентов нет выплат. И посмотрите почему. Когда у нижестоящего партнера достигается такой же статус, как и у вас, до его пятого уровня вы получаете все проценты, которые указаны выше. Понятно. Если же ниже пятого уровня вы будете получать, сделать нужно сейчас поненьше, разницу. И что это за разница? Пример. Если вы менеджер, у вас появился первый менеджер, которого вы лично пригласили в бизнес, он будет получать 1,6 процента до своего пятого уровня. Ниже его пятого уровня вы будете получать разницу. 1,6 минус 1,5, потому что он будет получать 1,5. Значит, разницу вы получаете 0,1 процента. Если вы менеджер и у вас два менеджера, значит, вы будете получать 1,7 минус 1,5, значит, разницу 0,2 процента с его пятого уровня. И вот давайте теперь перейдем к маркетинг плану. Вот он, да. И посмотрим. Вам нужно обязательно изучить, где находится маркетинг план. Посмотрите. Маркетинг план находится в разделе «О компании», он в личном кабинете находится в инструментах, кстати, если не ошибаюсь. И в разделе «О компании» партнеры, да, партнеры. Они не партнеры, не партнеры, а так, так, так. Ой, Игорь, а где же, куда оно делось? Не понял я. А, вот, вот этот вот. Портфельчик нам нужно нажать, кажется, да. Вот здесь вот сотрудничество. У нас есть подробнее о плане вознаграждений, есть в личном кабинете. Итак, переходим к маркетинг плану. Значит, посмотрите, терминология, то есть вот он, есть бонус-план. Вы здесь можете почитать. Клиент, инвестор, кто это такие. И вот партнер здесь все описано. И теперь переходим, какие условия, задавая вопрос, в течение трех месяцев нужно подтвердить. Итак, консультант. Смотрим. Условия получения квалификации. Требуемый ранг, агент. Необходимо осуществить вклад в сумме 500 юнитов лично. Необходимо привлечь четырех агентов в четырех структурах, из которых минимум два агента должны быть привлечены лично вами, а два агента в глубине, но всего четыре структуры. То есть вам новых привлекать не надо. То есть если у вас уже есть агенты, то есть это бывшие агенты квалифицированные, и у вас их четыре, из которых два лично вы привлекли, а два, допустим, у вас есть две структуры, но где-то в глубине. То есть этот маркетинг план чем лучше? Если у нас прошлый маркетинг план нужно было, чтобы четыре лично вы привлекли, то есть сейчас два лично вы привлеките, а два найдите где-то в глубине, но в четырех структурах. То есть вы привлекли человека, он у вас просто стал партнер. Но вы начали работать с его кругом знакомых и в глубине там в пятом уровне нашли лидера. И вам, я вам хочу сказать, очень выгодно будет в пятом уровне развивать структуру. Почему? Потому что до его пятого уровня, то есть представьте, в пятом уровне вы нашли лидер. У него пять уровней. То есть вы свои полтора процента будете получать, вот вы стали консультантом, и вы его в пятом уровне делаете консультантом. Вот до пятого уровня вы будете получать полтора процента с пятого своего уровня до пятого его. А представьте, мы ему помогли, у него объем достаточно большой стал. А уже с 5-го уровня, если у вас появился такой консультант, вы получаете 1,6% минус 1,5%, то есть с его 5-го уровня, его структуры вы будете получать 0,1%. При больших объемах даже 0,1% это очень хорошие деньги. Я хочу сказать, дорогие друзья, что в свое время, когда я привлекал в первую компанию, в нормальную компанию на Кипр инвесторов, я получал там сразу 0,1% привлеченных инвестиций, и я накопил, я в общей сложности за год 500 тысяч долларов привлек. И накопительная была ситуация, что чем больше денег, тем больше процентов. Мне дошло до 0,5% я получал. А тут вы получаете такие проценты, а с его 5-го уровня вы получаете разницу 0,1%. И вот написано, когда вы получили ран консультанта, ваш доход с 5-го уровня бесконечности составляет 1%. Чтобы увеличить его, вам необходимо получить 1,2% лично привлечь в вашу первую структуру первого консультанта. То есть у вас появился первый консультант, вы уже получаете 1,2%. Чтобы получить 1,3% лично привлечь в вашу вторую структуру второго консультанта, это лично. Чтобы получить 1,4% лично привлечь в вашу третью структуру третьего консультанта. То есть если вы хотите получать эти проценты, вам нужен тогда личник. Но ваш статус, именно ваш статус консультант, когда у вас 4 агента, 2 личных, 2 в глубине в 4 структурах. Минимальная сумма для вывода бонусов составляет 50 евро. Переходим дальше. Менеджер. Статья доходов 20%, все написано. И от 1,5% до 2% с продаж в 5 уровне до бесконечности. Требуемый ранг консультанта. Необходимо осуществить вклад на сумму 1000 юнитов лично. То есть, если вы хотите подтвердить статус менеджера, то есть это инвест менеджер, вам лично нужно будет приобрести тогда за эти 3 месяца на 1000 условных единиц. И необходимо привлечь 4 консультанта, или если у вас есть 4 консультанта, они должны будут выполнить вот эти условия. То есть, условия, которые были ниже. Если вы действительно работаете здесь и с тем, чтобы зарабатывать деньги и помогать еще другим людям зарабатывать деньги, то это для вас очень хорошая мотивация, дорогие друзья. Потому что лидеры, они понимают, что сейчас они замотивируют людей, что есть 3 месяца, у него срок только ноябрь, декабрь, январь. Как раз вы сделаете хорошие объемы. Потому что вашим консультантам нужно будет подтвердиться. Если вы сегодня были инвест менеджером и вам присужден статус менеджера, это тот же инвест менеджер, то у вас есть 3 месяца восстановить свой ранг. Либо привлечь новых людей, либо со старыми это сделать. Что это такое? То есть, 2 личника. То есть, если вы помните, когда вы были менеджером, вам нужно было 4 инвест консультанта. Помните? Сегодня вам необходимо всего лишь 2 личника и 2 в глубине. То есть, если у вас есть 4 структура, 2 других структура в глубине, еще 2 консультанта, где-то кто-то в 3 уровне, кто-то в 10 уровне, все, вы в статусе менеджера, вы его подтвердили. Но если вы хотите получать вот эти проценты, которые указаны ниже от 1,6 до 2 процентов, тогда вам лично нужно этих консультантов, именно лично привлеченных консультантов. И тогда вы будете получать вот эти вот проценты и разницу. В чем разница? Что если у вас, предположим, 3 консультанта, вы, вернее, менеджер, и у вас 3 менеджера, то вы получите разницу 0,2 процента с их пятых уровней, этих менеджеров. Почему мы сделали статус, что 2 личника и 2 где-то в глубине? Потому что у вас, ну, одна из задач, что двоим помоги, да, вот чтобы они были, как и ты. То есть, сделай такими же, как и ты, менеджерами. А двум помоги где-то в глубине. Обычно такая статистика, что в глубине, начиная с 3, 4 уровня, можно найти достаточно хороших лидеров. Так вот, когда вы их развиваете, к примеру, в 3, 4, 5 уровня, вы их развиваете. И вы, допустим, он у вас в 10 уровне, то вот вы с 5 по 15 уровень до его 5 уровня будете получать 2 процента, пока вы не сделали из него менеджера. Но если, скажем так, он тоже менеджер, допустим, один у вас такой менеджер, и там в глубине, то вы получаете, он получает 1,6, а у вас 2 процента. То есть, 0,4 разница, но 2 процента вы будете получать до его 5 уровня. И если вы его нашли в 10 уровне, то с 5 по 15 уровню вы будете получать 2 процента, дорогие друзья, именно с его структуры. Это ни много, ни мало, не с его структуры, а со всех структур, со всех структур, которые у вас есть. Ни много, ни мало, это офигенные деньги вообще. А тут написали, уже инвестировал тысячу. Дорогие друзья, у нас каждый год будет переквалификация. У нас прошел год, и поэтому после года с введением нового маркетинг-плана мы хотим увидеть, я еще раз хочу сказать, мы хотим увидеть те люди, которые будут работать с нами, со Skyway Invest Group. Если вы работаете с нами, то для вас это легко будет сделать. Если же, как писали, я читал, мы сейчас будем очень серьезно чистить и удалять этих людей с наших социальных сетей, а нахера вы паритесь, там Skyway Invest Group вообще там протупил, компания сделала тысячу этих самых, поэтому что вы там ждете, давайте идите в компанию напрямую, либо в Skyway Capital, ну идите сразу, давайте идите сразу туда. Там в корневой компании все здорово, все хорошо, ну не надо сидеть на трех стульях. Поэтому мы сейчас создаем команду очень серьезных профессионалов, тех профессионалов, которые, ну вот задайте себе вопрос, в корневую компанию нужно всего лишь 300 миллионов долларов, а что будет потом? То есть мы заботимся и об этом, потому что я сейчас формирую и приглашаю огромное количество людей, проинформировано, и они у меня сейчас вот уже спеют эти яблочки, когда упадут ко мне в руки, да, это с большими сетями люди придут. И давайте себе зададим вопрос, ну пример, вот давайте просто представим на минуточку, что допустим проходит какое-то количество времени и к нам за определенное количество там месяца или два приходит, предположим, 5 миллионов человек. В среднем по 100 долларов инвестиция, это за 6 месяцев мы закроем вход в корневую компанию. А что потом? Все. Но мы сегодня дальновидно смотрим на то, что если к нам вдруг даже 100 миллионов придут сетевиков и люди, работающие с сетями, а почему я говорю 100 миллионов, дорогие друзья? Да потому что в мире около 15% населения всего мира это люди, которые работают профессионально в системе многоуровневого маркетинга или партнерских интернет-сетей. Понимаете, да? И огромное количество людей скоро увидят интерес, и очень большой интерес. И обычно импульсивный рост компании начинается примерно от, скажем так, год и 7 месяцев до 2,5 лет. Начинают приходить более профессиональные люди. Так вот, а давайте представим, что к 10 миллионов к нам пришло, ну, предположим. 10 миллионов по 100 долларов инвестиции, это 1 миллиард в месяц мы сможем собирать. Поэтому у нас подписаны сегодня контракты с Анатолием Даршиминским, инициировали мы контракты почти на 100 миллиардов долларов. То есть мы сможем свободно 100 месяцев людям дать работу, они смогут за свою работу получать достойное вознаграждение, и мы сможем народными деньгами продвигать адресные проекты. Не вот этих вот финансовых императоров, которые на компьютере штампуют денежки, раздают всем и покупают всех, а именно народными деньгами, где люди будут владеть действительно каждым метром, каждым километром дороги и будут получать дивиденды. Мы когда ехали с Анатолием Даршим, Медицким, в такси, там он увидел, как мы за 20 минут доехали, за 20 минут я таксиста приговорил, он там уже готов будет 150 долларов дать, и говорит, а кому дать? А я говорю, ну давай не надо, дать ты, изучи, подумай. И к нашему московскому офису встал телефон Александра Манькова, говорю, иди туда, и вот там купишь. Но нам не нужны люди, которые неосознанные. И Анатолий Даршим, Медицкий, мы ехали, он говорит, что когда строился Панамский канал, там неделю, кажется, рабочие не получили зарплату, им вместо зарплаты дали акции на эти деньги, то есть увеличили сумму в два раза и дали акции этой компании. Так вот, дорогие друзья, уже прошло больше, чем 200 лет, представляете, правнуки, вот тех, кто работал на Панамском канале, сегодня живут безбедно, они живут на дивиденды от эксплуатации Панамского канала. Кстати, Панамский канал тоже начинался строиться за народные деньги. Так вот, дорогие друзья, что я хочу сказать, что вот эти подтверждения квалификации в первую очередь выгодны вам. Вы больше заработаете, вы привлечете сейчас больше денег, и мы быстрее профинансируем компанию. А мы все этого хотим с вами. Я это хочу, и директорский состав хочет, и совет директоров хочет, и партнеры сегодня написали, что они так хотят. Так вот, переходим к лидер-менеджеру, это лидер-менеджер, это статьи доходов, какие бывают, да, значит, понятные, то есть те же, что я показывал, таблицы, требуемые ранг-менеджеры. Необходимо осуществить вклад на сумму 2000 юнитов за эти три месяца личных. Необходимо привлечь четырех менеджеров в четырех структурах, из которых минимум два менеджера должны быть привлечены лично, и два менеджера в глубине, то есть в четырех структурах, то есть в других двух структурах, то есть вы лично два привели, и два где-то в глубине находятся, то есть кто-то в пятом, кто-то в десятом уровне, кто-то в третьем, кто-то в шестом. И точно такая же ситуация, вы привлекаете одного лидер-менеджера, вы получаете 2,2%, то есть разницу с его пятого уровня 0,2%. Если у вас все четыре лидера-менеджера, которым вы помогли, то вы начинаете получать у вас статус, во-первых, топ-менеджера, и вы начинаете получать 2,6% во всю глубину, но с тех менеджеров разница 0,1%, именно с тех менеджеров в пятом уровне. Но если у вас есть ширина другая, то вы получаете 2,6%. Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, это просто офигенные деньги. И здесь такая же логика. Вы создали лично 4 лидер-менеджера, на ваш статус влияет 2 личника, 2 в глубине. Но если вы хотите получать вот эти дополнительные проценты, то за каждого, скажем, вы поставили одного, вы стали топ-менеджером, вы поставили одного топ-менеджера личного, получаете уже 2,6%. Вы поставили еще одного, 2,7%, получаете 2,7% во всю глубину. С его разницы, если вы с его, то получаете 0,1%, получается 0,2%. Вы поставили третьего, 2,8%, да, а эти топ-менеджеры по 2,6% будут, то есть уже разница 0,2%. И здесь разница 0,4% с их глубины. Но я хочу вам сказать, что топ-менеджер, уже топ-менеджер, это объем, если не ошибаюсь, 150 тысяч, то есть каждый топ-менеджер, вы умножите вот на 4, это получается 150 на 4, это 600 тысяч долларов в объем. То есть это ни много, ни мало хорошие деньги. И мы будем показывать, как вам за год это сделать. Лидер-менеджер, вернее, советник президента, то есть здесь требуемый объем, то есть это новые такие статусы, советник президента, если вот топ-менеджер, это тот, кто, а лидер-менеджер, это был сим, да, лидер-менеджер, это сим. Топ-менеджер, советник президента и президент, это три новых статуса. Так вот, советник президента может получать от 3,2%, когда он стал советником президента, он получает 3%, но как только у него появился первый советник, Лично которого он привлек в этот бизнес, он начинает получать 3,2%. Разница 0,2% от того советника, от всех остальных 3%, 3,2%. Чтобы получать 3,3%, значит второго советника поставил лично привлеченного, получаешь 3,5%. Как только 4 советника у тебя есть, ты становишься президентом. И президент, если он президент, и у него первый уровень, то есть лично привлеченный, стал президент, он начинает получать 3,7%, 3,8%, 3,9% и 4%. В чем уникально, что когда растут структуры и у вас большие глубины, то я хочу сказать, ребят, 4%, пускай не от президентских структур, но от других по всю глубину, это ни много ни мало, а офигенные деньги. И посчитайте, вот если вы будете работать, к примеру, 2 по 2, 3 по 3 или 4 по 4 в среднем у вас 7. Какие деньги вы сможете зарабатывать? Это если говорить о маркетинг плане. И теперь, если есть вопросы по маркетинг плану, я быстренько отвечу на эти вопросы. Таисия Черных. Если вы хотите регистрировать людей, и вы с ними лично работаете, то регистрируйте уже в ПО Евразии всех и помогайте им быть пайщиками. Если вы живете в Белоруссии, то работайте через СВИК. Мы будем работать через СВИК и через, скажем так, обучающие программы. То есть вы сами определитесь, но мы будем рекомендовать всем работать через потребительское общество. Потому что потребительское общество это наша с вами защищенность, очень высокая защищенность. И Анатолия Даровича Юницкого, потому что, я как сказал, да, 18% заплачен налог НДС. А если бы мы ему деньги дали от потребительского общества, этот бы налог мы не платили. То есть эта экономия была бы денег. А ни много ни мало из тех денег, которые мы отдали как фонд, то есть это ни много ни мало. А там порядка где-то 450 тысяч долларов. Эти бы на 450 тысяч долларов лучше бы пошли, скажем так, в строительство. Андрей, у вас нет советника, отвечу, у вас нет советников президента, то как у вас статус президента? Ну так как я организатор этой компании и руководитель, то я себе назначил статус президента. Я думаю, что я имею право по полной себе назначить. Я думаю, ответил на этот вопрос. Или мне у вас спрашивать, Мариша? А данные зарубежья куда лучше регистрировать? Ну пока вы регистрируете в Skyway Invest Group, в СВИ. А я думаю, что в ноябре к Новому году будут готовы уже сайты Global Transnet UK. И кабинет Global Transnet UK, тогда начнете регистрировать их туда. По крайней мере, они будут видеть только англоязычную версию, они не будут видеть СВИ, они не будут видеть русские ролики и так далее. Нужно подтвердить статус в течение трех месяцев, то есть совершить инвестицию до 05.02.2016 года. Но я вам скажу даже не до 05.02, а до 28 февраля, если это не высокостный год. То есть до последнего дня февраля 2008 года, даже с запасом почти 4 месяца. Так, я один менеджер в своей команде. Мне приходит начисление по партнерке 0.4% с пятой глубины, от кого, поясните, пожалуйста, не доходит. Вы менеджер Николай Чудин и 0.4% с пятой глубины. Я один менеджер в своей команде. Зайдите в личный кабинет, вы сможете увидеть, сколько у вас менеджеров. Значит, вы не единственный менеджер. Если вы менеджер, то вы, по идее, должны получить... Давайте посмотрим, сколько вы должны получить. Если вы менеджер, то вы должны получить от 1.5% до 2% с продажи в пятом уровне до бесконечности. Если вы единственный менеджер у себя в структуре... А, здесь другой момент еще, дорогие друзья. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Здесь такая ситуация, что если консультант, и у него есть широкая глубина, если есть широкая глубина, 8 лично привлеченных консультантов, если, отвечая на ваш вопрос, вы менеджер, но у вас есть под вами консультант, у которого 8 консультантов в первом поколении, хотя он тоже должен стать тогда менеджером, по идее, тогда не понимаю, почему у вас это... Но напишите этот вопрос, пожалуйста, тогда... Айтишникам, для того, чтобы выяснили, что это за 0.4%, чтобы выяснили. Игорь, а ты здесь можешь сказать, что это за 0.4%, почему так у человека? Если он единственный менеджер, то почему он не начисляется с пятого уровня до бесконечности 1.5%, а начисляется 0.4%? Значит, не единственный менеджер. Другого варианта нет. Напишите свой логин, пожалуйста, Игорь сейчас прямо проверит. Сможешь проверить, да, Николай Чудин? Да. Можно ли свою структуру из СВИК перевести по Евразии? Светлана, ваша структура, она и так есть... Вот посмотрите, видите, у меня структура 102 человека в СВИКе. Когда я перехожу в ПО Евразии, вот давайте сейчас увидим, я перехожу в ПО Евразии. Сейчас зайдем. Так, какие еще вопросы? Считаются ли мои инвестиции, сделанные ранее для квалификации по новому макетингу плану? Александр Мамуков? Нет, не считаются, Александр. Ни для кого не считаются. Нет. Все, что было сделано ранее, это было ранее. Как регистрировать в Италии русских украинцев им не нужен англоязычный сайт? Регистрируйте тогда через СВИК. Отдавайте им любую ссылку, которая есть в инструментах партнера и все. С какого числа будут считаться покупки АИП как подтверждение квалификации? С 1 ноября 2015 года. С какого статуса можно будет переводить внутреннюю валюту между участниками? Игорь Гая Добиров не понял вопрос, какого статуса можно будет переводить внутреннюю валюту между участниками. Если вы имеете ввиду бонусные счета, так вы сейчас уже можете переводить. То есть там, если не ошибаюсь, с любого статуса можно переводить. Главное на 50 долларов, чтобы вы купили на 50 долларов любую программу. То есть вы если купили, то вы уже можете переводить. Игорь Горсун правильно, а я говорю. В ПУ Евразии там нужно стать пайщиком и там 50 долларов, тогда вы можете переводить и выводить деньги. Вот смотрите, я захожу в ПУ Евразия, видите, да, структура 102908. Хотя в самой компании, в реалинейном маркетинге у нас там почти 130 уже тысяч. Вот видите, структура 102908. Ваша структура, она здесь и осталась. И в какой бы кабинет вы не перешли, потом в который кабинет, ваша структура остается везде. Она за вами закреплена в любом кабинете. Игорь, вот посмотри, Ирина Волкова 0.3% с 8 уровня, я единственный лидер-менеджер Ирина Волкова. Ирина, кажется это не так, под тобой Лариса Артамонова тоже менеджер. Так, а не важно, есть лидер-менеджер или нет, если есть квалифицированные, скажем так, партнеры в ранге выше консультанта, то между ними уже делится бонус с 5 уровня. Еще раз не понял, Игорь. Ну, если я менеджер, подо мной есть консультанты и покупка была в 6 уровне, где-то в глубине, то вот консультанты. И я как менеджер распределиться бонус. Игорь, все, я понял, да. Хорошо, сейчас давайте отвечу, да. Если у вас есть, давайте вернемся к маркетинг-плану, все правильно. Точно, точно. Хорошо, что задали этот вопрос, давайте я объясню вам. Так, прикрою пока. Посмотрите, вы лидер-менеджер. Ирина, ты лидер-менеджер, ты получаешь 2,2% к примеру, во всю глубину. У тебя нет ни одного лидер-менеджера. Но у тебя есть, к примеру, консультанты, которые получают 1,5%. 2,2 минус 1,5 это получается 0,7%. Но если у тебя еще есть менеджер, который получает 2% или 1,8%, то ты получаешь как раз 0,4%. То есть здесь вот эти все проценты, они минусуются. То есть это не означает, что 1-1,5% только у консультанта, а у вас уже 2%. Да, если у вас нет, скажем, других лидеров, но вот эти проценты, они минусуются. То есть если у вас, к примеру, все только консультанты, значит максимально они получают, к примеру, 1,1,5%. Вот значит консультанты все получают, к примеру, по 1,5%, а у вас, как у лидер-менеджера 2,2%, то 0,7% вы получаете во всю глубину. Именно с этих рангов. Но с новых людей, которые там будут у вас, предположим, у вас есть ячеечка партнер, партнер, партнер. Почему этот маркетинг очень удобен и выгоден растить людей в глубину. То есть если вы взяли человека, начинаете с ним работать, начните копать в глубину, находите там лидера. К примеру, вы прокопали, как у меня, я вспоминаю, были ситуации, когда я с первым уровнем работаю, потом со вторым, потом с третьим, потом с четвертым, в пятом уровне у меня появляется человек с потенциалом лидерства. Я начинаю с ним работать. Вот в маркетинге, в котором у меня раньше, скажем, я работал в маркетинге, там не было выгодно, потому что там максимально до седьмого уровня я получал. И все. Не было до бесконечности. А здесь у вас выгодно с пятого уровня, ты его копаешь, этого лидера в глубь, и тогда вот по этой ветке, где у тебя стоят одни там партнеры может, да, или максимум агенты, то ты начинаешь получать во всю глубину до этого лидера. А если же есть консультанты, почему мы сейчас делаем, Ирина, переквалификацию, скажем так, да, потому что если люди не переквалифицируются, через три месяца все восстановится, и они каждый станет на тот статус, который за эти три месяца произойдет. И тогда, скажем, те люди, которые сегодня, ну скажем, инвестконсультанты, бывшие сегодня консультанты, но они не подтвердят статус консультанта, начали стать просто агентами. И тогда ты сможешь получать гораздо больше. То есть это достаточно выгодно для тех людей, которые работают. Те, которые просто инвесторами, я еще раз говорю, если выгодно вам работать с Skyway капиталом или с RSS system, без проблем. То есть я вообще никаких вещей не говорю. Но если вы хотите работать более профессионально, и мы будем создавать профессиональную команду, мы готовы работать так, чтобы люди работали в одном направлении и зарабатывали в одном направлении. Светлана Ворохова, у меня в личном кабинете снялось 5000 акций, зачисление за видеоотзыв произошло с минусом. Что это такое, Игорь? Можешь объяснить? Ну, возможно, финменеджер ошибся. Напишите ваш логин. Можно сейчас в чате проверим. Да, за видеоролики там у нас, не помню там, сколько акций, на, посмотрите. Подтверждение статуса каждый год надо будет проплачивать. Владимир Чебоксары. Да, Владимир, ваш статус каждый год необходимо будет подтверждать. Это мы вводим тоже раз в год. Во-первых, для вас, как для лидера, это очень выгодно. С помощью подтверждений вы сможете расти вверх. Еще я хочу теперь перейти плавно, пока я не вижу вопросов по маркетингу, плавно к той новой системе, которую мы вводим. Мы сейчас вводим новую систему, где в этом партнерском маркетинге есть возможность все партнеры, которые сегодня являются либо консультантами, либо ниже, пройти собеседование, кто хочет работать на промо-местах, промо-консультантами. То есть за вас может работать система, вы можете получать денег, ну скажем так, несколько раз больше, чем вы сегодня зарабатываете. Мы будем полностью как фонд проплачивать промо-места, вам давать это рабочее место, а вы сможете зарабатывать, здесь уже без разницы, если вы даже консультант и 20% по маркетингу зарабатываете, то перейдя в логику линейного маркетинга, мы подписываем с вами соглашение, где вам будет, скажем так, вы будете получать в первые 48 часов за вашу работу и объемы по вашей работе 15%, а начиная с 47 часа за вас начинает работать система. колл-центры, менеджеры по продажам, система вебинаров, которые будут вовлекать людей, менеджеры, которые будут звонить там первый, второй раз и тех людей, которых вы будете регистрировать по анкетированию, то есть по вопросу общественного мнения, вы будете получать не 15%, а 5%. И вот какой план мы ставим. Мы ставим, что вы должны заполнять 80 анкет. Почему мы это делаем? Во-первых, в те города, где сегодня активно, и мы берем сейчас 10 городов, 11, вернее, городов-миллионников, где мы должны запустить эту систему. И мы, естественно, там будем находить людей и ищем людей, которые будут занимать должность директора, скажем так. То есть не директора, а менеджер по развитию региона у нас по договору. И если вы сегодня лидер, и вы хотите еще работать в линейном маркетинге, у вас есть возможность развивать как свою структуру в свободное время, но у вас свободного времени не будет сразу, если вы придетесь с нами работать именно по договору, а работать в логике линейного маркетинга. То есть в этом городе, если вы прошли собеседование со мной, с Виктором Собором и с Нелли Шлеметевой, мы сейчас проводим очень активно, у нас почти 48 заявок. И уже, если не ошибаюсь, 12 городов, которые мы можем включить в работу. Так вот наша цель следующая. За месяц должно быть как минимум 5 промо-точек по 4 промо-консультанта. Промо-консультантами могут быть люди либо наемные со стороны, но это не наемные со стороны, мы не будем платить зарплату, а люди будут получать проценты. И мы будем их учить, как делать продажи в первые 48 часов. Потому что заполняя 80 анкет, мы можем найти как минимум 20 человек, которые захотят поддержать проект. То есть они скажут, да, я хочу поддержать проект. И задача среди этих 20 человек найти 4 человека, которым вы уже сегодня можете продать. Но это не означает, что сейчас пойти продать. Но его так продать, что он скажет, все, я хочу сейчас деньги. Куда деньги? Говорите мне, вот смотрите страничка, идите домой изучайте. Я здесь стою на промо-точке. Завтра вот со скольки до скольки я работаю. Приходите, я вам помогу зарегистрироваться, выбрать. Но вы идите все изучайте. Мы будем работать именно в этой логике. Да, мы будем продавать людям, они будут зажигаться, но они должны уйти и прийти. И вы их будете завлекать, именно как работники, как промо-консультанты, тем, что у вас, как у промо-консультантов, будут специальные промо-коды. Потому что вот эта акция, которая была сейчас, дорогие друзья, я думаю, что это последняя акция, скорее всего, да не скорее всего, это последняя акция, которая была. Больше акций мы делать не будем. Мы лучше стимулировать будем промо-консультантов, чтобы они больше зарабатывали. И давать им промо-коды для новых людей. Так, что-то нас выбрасывает сегодня неконкретно. Николай, скажи мне, почему у тебя целых три организатора? Это связано с этой проблемой, что у тебя один организатор вылетает? И с чем связано, что у тебя один организатор, потом второй, потом третий? Зачем это? Николай? Ты здесь? Алло? Хорошо, давайте продолжаем. Я по-быстренькому. Пишите давайте, кто зашел, вопросы. Я буду отвечать на вопросы. Что-то я не вижу теперь этот... Где у меня этот вопрос? Я не вижу вопрос. Игорь, можешь подсобить? Посмотри, questions есть справа. Нету questions у меня. У меня неполный сейчас этот самый кабинет. Сейчас, секунду. А сейчас... Охладненько, давайте. Для патриарной статуса надо под новый делать личный объем. У меня уже есть 1610. Третий раз и вылетаем из комнаты, да. Статус в автомате меняется в кабинете. Статус в автомате меняется в кабинете. Да, статус в автомате сменится в кабинете. Комната для вебинара не очень удачная, Анатолий Викторович. Очень удачная. Это сегодня что-то у нас неудачное. Я хочу выяснить, у нас там очень много организаторов почему-то. Николай, потом напиши мне, почему там три организатора. Скорее всего, вот эти три организатора, которые от тебя, они вылетают и выбивают кабинет. Эта комната более удачная, потому что здесь можно показывать рабочий кабинет. Так, промоконсультанты в Беларуси будут? Если да, то в каких городах? Да, промоконсультанты. Почему мы в Беларуси открываем компанию? И Виктор Собор уже разговаривал, кажется, с одним или двумя кандидатами. Именно на директора. И этих людей мы будем брать на ставку. Но если они, то есть они за то, что открывают промо места, будут гарантированно получать определенные деньги. Какие? Это уже в понедельник у нас первое собрание, общее рабочее уже. Следующий понедельник второе мы сейчас подбираем. Так вот, я к чему это говорю, на чем остановился, что если вы сегодня представители, вы не знаете, как работать, и сетевой маркетинг вам не нравится, приглашать людей, говорить о чем-то и так далее. Тогда вы можете прийти к нам работать как промоконсультант. Давайте посмотрим разницу. Так вы мучаетесь и ничего не зарабатываете. А так теперь давайте посмотрим, какие деньги вы сможете заработать. Вы проведете у нас специальное обучение. Ваша задача научиться закрывать сделку. Это подготовительное закрытие сделки. Что это называется? Подготовить так клиента, чтобы он домой шел. Вот те 20 человек, которые зарегистрируются у вас в день, они домой будут бежать или быстрее в маршрутку сядет в метро и начнет смотреть, а что же такое Skyway. Дай-ка я посмотрю вот это видео, которое мне дал промоконсультант. Блин, возможности, которые бывают раз в жизни. Боже, как хорошо, что я нашел эти возможности. Вот это 20 человек должно быть таких. Значит, теперь смотрите логика. Такие 20 человек в день вы регистрируете на промо местах. Каждый день вы будете работать по 6-8 часов. В зависимости, там уже будем договариваться, сколько вы можете работать. Так вот, 20 человек регистрации в день обязательные и 80 в заполнении анкет, из которых 60% будут люди, которые готовы поддержать проект, но 20 должно регистрироваться в день. И в день вы должны научиться делать 4 продажи. Мы вам расскажем, как это делать и вы пройдете у нас эти тренинги. Так вот, 20 регистраций в день и 4 продажи в день, которые вы научитесь делать, что вы получите? 20 умножить на 22 дня – это 440 регистраций. В среднем, каждая регистрация будет давать 30 долларов. Это ни много ни мало – 12 тысяч долларов. Вы получаете 5%. Ни много ни мало – 12 тысяч долларов 5% – это 600 долларов, которые вы зарабатываете как промо-консультант. А когда вы научитесь закрывать сделки еще самостоятельно, то тогда вы сможете, сегодня с человеком поговорили, завтра он уже пришел и говорит, все, я готов инвестировать, я выбрал себе пакет, целевую программу за 100 юнитов, давайте оформлять. Мы сейчас решаем вопрос. Я дал задание в течение двух недель решить вопрос, чтобы мы в Киви, вот эти вот терминалы Киви, сразу подходишь, оплачиваешь, тут же сканируешь квитанцию, а ваша задача как промо-консультанта – помочь ему быстренько вкинуть это в комбинет и подтвердить это. Быстренько выйти с финансовой службой поддержки, чтобы человеку поставили это на прием, потому что у него есть после регистрации, он сегодня зарегистрировался 48 часов, и тогда вы получаете 15%. Так вот, когда вы научитесь сделать минимум 2 продажи в день на 22 дня, это получается 2 умножить на 22, 44 продажи в среднем по 100 долларов, это 4400 умножить на 15%, это еще 660 долларов, это вот 1350 долларов, 1360 долларов, которые вы, 1260 долларов, которые вы зарабатываете как промо-консультант. Я думаю, что за 6 часов работы – это достаточно хорошие деньги. И вот тогда в свободное время вы еще сможете уделять время для того, чтобы работать по той системе, которую я дам на домашних кружках. Да, домой за чашку чая, приглашайте своих соседей и знакомых, для того, чтобы рассказать о SkyWay и как это делается. И те люди, которые тоже захотят работать промо-консультантами, потому что я посчитал, для того, чтобы только по России нам взять и сделать то, что мы хотим, у нас должны будут работать 33 тысячи промо-консультантов и менеджеров по продаже телефонов. Это 33 тысячи человек, которые минимум будут зарабатывать полторы тысячи долларов в месяц. Понимаете, да? Это достаточно хорошие деньги. А это промо-консультанты. У каждого промо-консультанта, который партнер у нас в сети, но ему будет назначаться еще статус по линейному маркетингу такой вот, да? А вам, как лидерам, вам очень будет выгодно. Да, вы не получите все проценты по маркетингу, которые есть, они будут уменьшены, потому что часть денег пойдет в систему, где будет работать линейный маркетинг. Менеджеры, которые будут звонить и делать продажи. Но вы практически, вам очень выгодно будет вводить огромное количество людей и говорить, не хочет ли вы маркетинга? Нет. Есть вот такое. Приходи, обучайся и запускайте в систему. Система работает вместо вас. Да, вы будете получать в три раза меньше от этих объемов. Именно от этих объемов. Застоятельную работу без проблем. Именно от этих объемов будете получать в три раза меньше. Но зато система работает на вас и объемы будет делать вам система. Я думаю, для людей с такой небольшой линцой, которые немножко ленятся, я знаю в сетевом маркетинге огромное количество людей, которые могут срекрутировать огромное количество людей, но они не любят потом мучаться, обучать их, тренировать. Вот за вас начнет работать система. Вы дайте только этих людей. Таким образом, мы смогли объединить сейчас вот этот вот партнерскую многоуровневую сеть с элементами линейного маркетинга. И плюс, для тех людей, которые кто-то писал там в чате, Даховрата уже год обещает. Ну, обещаю, но я гарантирую, что в декабре месяце, в первом декабре уже будет готов бизнес-план по открытию представительства. Представительства именно представителей компаний. это люди, которые могут за свои деньги начать открывать, не за наши деньги фондом, а за свои, это бизнесмен-предприниматель, у которых сейчас все рушится. Они смогут открывать свои центры, но четко под нашей системой обучения, потому что если он выходит из системы обучения, значит он не представитель уже. То есть он должен будет выполнять все условия. И первое из условий, он должен будет инвестировать от 10 до 12,5 тысяч личных инвестиций. Это раз. Второй момент, он должен будет организовать работу представительства в своем крае или республике, в которой он находится, либо в области, либо в городе, если это большой город-миллионник. И тогда мы его тренируем на то, чтобы у него было там, потому что по-хорошему, если город-миллионник, наша цель это поставить примерно от 20 до 50 промо-точек, на которые будут работать по 4 промо-консультанта. Вот и считайте. Поэтому вот эта новая система, которую мы вводим, она очень оптимальная, и она будет работать. Вот некоторые европейские ребята мне говорили, что да, у нас это не будет работать, у нас все по-другому и так далее. Вот с моим видением, вам нужно просто понять мое видение. А я вам хочу сказать, что это есть спасение. Потому что я хочу сказать, что в Таиланде мы сеть запускать не будем. И в Малайзии не будем. Тут смертная казнь за вот такие, скажем, многоуровневые схемы. Мы здесь будем запускать только линейный маркетинг. Только лишь линейный маркетинг. Понимаете, да? Так вот и в Европе можно запускать. И задается вопрос, мы что, не имеем права консультировать людей и анкетировать людей? Имеем право, 100% имеем право. В любой стране. В Англии, в Германии, в Соединенных Штатах, в Бразилии, в Европе, в Италии, в Греции, в Турции, где угодно. Можно заниматься опросом общественного мнения. И вести общественную просветительскую работу. И людей плавно подходить к мотивациям. И более того, можно так мотивировать людей, что они будут не вам деньги нести в той стране, в которой вы находитесь. А в ПО Евразия будет вести. Либо на те счета, на которые вы будете с ними подводить их плавно, будете к тому, что он вам будет задавать вопросы, но не вы будете линейтировать его на продаже. Что такое называется продажа, дорогие друзья? Настоящая продажа – это создать условия, когда клиент сам говорит, слушайте, а куда заплатить? Я хочу! Я уже хочу! Вы говорите, не-не-не-не, подожди. А хочешь, подпиши документ, что тебя никто не заставлял. Ты сам. Что тебя только проинформировали и просветили по такой деятельности. Да, согласен. А теперь иди и плати туда. Вот это и есть настоящая продажа, дорогие друзья. И в этом мы с вами будем учиться работать во второй год нашей рабочей деятельности. По новой технологии я тоже сказал. У меня два человека на одном уровне, но статусы при переходе в кабинете стали разные. Почему один остался партнером, второй стал агентом. У обоих никого не было ниже подписано. На тот момент теперь подписал двоих партнер, но все равно остается в партнерах. Хорошо, давайте смотреть, есть ли партнер. Давайте изучайте маркетинг панел, дорогие друзья. Партнер. Это в статье дохода 15% от личной продажи. Условия получения квалификации. Зарегистрироваться в личном кабинете, применять условия партнерской программы. Агент. Кто такой агент? Требуемый ранг партнера. Необходимо осуществить вклад на сумму 200 УЕ, то есть 200 юнитов. Необходимо лично привлечь двух партнеров, каждый из которых осуществит вклад на 200 УЕ. То есть если у него есть два человека по 200 УЕ, лично привлеченных, то он должен стать агентом. Если не стал агентом, пишите, пожалуйста, Игорю Курсуну ваш логин и вопросы в скайпе. То есть ваш логин, говорите, мой логин такой-то, у меня ситуация такая, но изучите сначала маркетинг панел. Чтобы подтвердить квалификацию, я должна купить в течение трех месяцев еще акции на 200 долларов. Сейчас я агент. Если вы сейчас агент, мы вот читаем, какие квалификации для агента. Необходимо осуществить вклад на сумму 200 УЕ, 200 юнитов в течение трех месяцев. Совершенно верно. Необходимо лично привлечь двух партнеров, либо два ваших партнера, они тоже должны стать агентами. То есть они тоже должны, вернее, они должны купить просто на 200, и вы становитесь агентом. То есть два человека, которые купили на 200, и вы становитесь агентом. А вот уже инвестконсультант, это бывший инвестконсультант, здесь должно быть четыре агента в четырех структурах, из которых минимум два агента должны лично привлечены быть вами, а два агента в глубине в двух структурах. Так, его большая структура трудно видеть вновь зарегистрированных. Возможно ли появление плюс один, плюс три напротив того человека в структуре, который зарегистрировал новичка, вернуты различия по цвету людей разных рангов. Да, это уже писали Максим Середа. Игорь, кстати, хорошая идея. Плюс один, плюс три, плюс два. Наверное, было бы классно это отражать. Сейчас статистика просто будет готовиться, и тогда все эти отражения. Там просто по статистике очень много подготовки. Переквалификация. Я еще раз говорил, что у нас переквалификация с 1 ноября по 28 февраля. У вас есть 4 месяца даже, не 3. Ирина Волкова. Если менеджер уже сделал 1000 УЕ, он через 3 месяца опять должен? Нет. Сейчас переквалификация. Потом она будет идти каждый год. С 1 октября по 31 декабря. Если я в августе этого года пришла в компанию, мне тоже надо подтверждать квалификацию. Ольга. Наверное, да. Вот, денег решается мгновенно. А вывод средств вручную в течение двух суток. Будет ли автоматизированный вывод? Валерий Головатюк, Пангнитогорск. Нет, не будет. Он может быть у нас на небольшие суммы, может быть до 100 долларов максимум, через окпей. Мы обсуждали этот вопрос. Но на большие суммы он будет только проверяться. Потому что есть механизмы через автоматические выводы, когда можно вывести сразу кучу денег и потом не найти. То есть уже это пройдено было в других компаниях, поэтому это все было. Да, запись этого вебинара идет. Да, статус по цвету должны вернуть. Игорь Корсун записывал это. Это будет дорабатывать. Вопрос, можно ли раздел «Структура» сделать более компактным и удобным. Игорь, если у тебя есть сейчас возможность, покажи. Дорогие друзья, это будет не раньше февраля месяца сделано. Я не буду говорить раньше дату. Сделать раньше хорошо, но у нас был дизайн, где у вас будет очень удобный интерфейс по каждому человеку. Игорь Корсун, если можешь показать вот это, или у нас другое будет. Помнишь, когда ты мне показывал, как должен быть выглядеть личный кабинет именно по партнерам? Ну, он есть. Не знаю, может что-то будем там еще менять. Да, но можешь показать, чтобы видели, как это будет? Да, сейчас вышлю ссылку в чат. Ну, вы вышли в ссылку в чат, и я сейчас открою тогда, да и все. Проявляется уже имеющаяся инвестиция в СВИК. Я думаю, наверное, знаешь, Игорь, что нужно сделать? Те, кто в августе месяце, вот пришел в августе и в июле, и они стали квалификацию. Наверное, для них переквалификацию делать не нужно. То есть, они пришли только там в августе и в сентябре, сделали если статусы, то для них переквалификацию не нужно будет делать. Если я начну делать взносы по Евразии, если деньги будут начисляться с нуля или будут прибавляться к уже имеющимся? Уже отвечали на этот вопрос. Если это для квалификации, то разницы нет, где у вас делаются объемы. А если для вывода бонусов, то в ПО Евразии там с нуля накапливаются ваши бонусы, а бонусы в СВИКе, те бонусы, которые вы в СВИКе получаете, их объединить невозможно. Мы это говорили в самом начале. Игорь, скинул, да? Минуту, еще нет. Так, хорошие вопросы, если нет, то я тогда, мои коллеги в команде в чате спрашивают, будет ли запись этого вебинара. Да, да, запись будет. Запись мы разошлем по всем представителям. Хотелось бы, чтобы в профиле графа Skype встала обязательно. Дорогие друзья, этого мы делать не будем, я уже говорил не один раз. Skype мы не будем ставить, потому что многие люди телефон, e-mail не знают. Если e-mail, телефон еще более-менее, то Skype, ну не знаю, надо будет думать, но это лишняя строка, она конверсию будет терять. Промокод, какой сегодня? Сегодня промокодов никаких нет. Россиян подписывать лучше в Евразию? Не только россиян. Мы будем работать с ПО Евразии, я уже говорил об этом. что мы будем работать сейчас в логике ПО Евразии для того, чтобы, скажем так, показать, ну то есть не показать, а потому что там намного лучше работать. И для вас более безопасно. Вот посмотрите, это вот так вот будет выглядеть кабинет. Сейчас я посмотрю. Так, Игорь, а это? А, и вот внизу, видите, да, вот к примеру, вот RSV, Хавратов, вот такой Александр. Объемы, контакты, получение ранга, да? Вот так вот будет выглядеть примерно, скажем, карточка вашего клиента. То есть фотография его активирована, по какому лендинг-педжу он пришел, объемы, контакты, получение ранга, да? Вот, если это получение ранга, то вот Грутко Александр, личные инвестиции 100, объем лично привлеченных инвестиций столько-то, количество АК в первом уровне столько-то. Если это контакты, то вот так будет выглядеть Грутко Александр, старший инвестиционный менеджер, неактивирован лендинг-педж, да? Тут его телефоны, скайп, емейл, адрес, ну и так далее. Это вы будете видеть все по лично привлеченным людям. Ниже первого уровня вы уже видеть не сможете. Вы сможете видеть только там будет, кажется, либо телефон, то есть там ограничения идут. Потому что вы будете иметь возможность работать только с лично привлеченным. Но если вы лидер определенного уровня, то лидеров нижних лидеров вы будете видеть. То есть может быть простых людей, но лидеров вы будете видеть для того, чтобы подтягивать тех людей, которые делают объемы, с ними списываться, писать им индивидуальные послания, которые должны быть в личном кабинете. Ну и плюс это вот, скажем, в графиках будет еще статистика, чтобы вы видели, как вы растете, объемы, как растут и так далее. Так, хорошо, дорогие друзья, я так понимаю, вопросов больше нету. Я даю слово Дмитрию Счастливому. Дмитрий, у тебя там позже, чем у меня, я знаю, на час. Да, по Республике Беларусь еще раз отвечаю. Структуру строить в СВИГе, потому что там будет продаваться АИПы. Когда можно будет из кабинета заказывать договоры, выписку и реестры? Я сегодня говорил, Сослан Секоев, наверное, вы опоздали. В течение ноября месяца мы решим вопрос, где будет галочка стоять, и мы вас переводим, вы отказываетесь от наших обязательств, в пользу, чтобы вы входили в реестр компании. И с 1 по 10 декабря, если сейчас мы все согласуем, то вы сможете уже быть в реестре компании и заказать выписку из реестра компании, сертификат себе на дом от компании и так далее. И мы это будем делать каждый месяц. Мы это договорились, сейчас были в Минске, когда 13 числа. Хорошо, дорогие друзья, Дмитрий подключился. Вопросы по ПО Евразии, Дмитрий, там вот были вопросы. И какие вопросы по ПО Евразии, давайте Дмитрию напишем. И мы в следующий четверг сделаем полторачасовую встречу с юроделом, для того, чтобы ответили на те вопросы, которые у вас за неделю возникли. Продолжение следует...